всем начинать наш сегодняшний вебинар по проекту двигатели дуйного я думаю что многие из вас уже соскучились по нашим вебинарам поскольку новогодних праздниках наших вебинаров не было все отдыхали мы понимаем что нужны и зрителям отдохнуть инвесторами и участникам в том числе от вебинаров как говорится для того чтобы эффективно управлять процессом находиться внутри процесс иногда нужно находиться вне процесса друзья сегодняшний вебинар по проекту двигатели дуйного будет посвящен новостям проекта мы поговорим вскользь коротко еще раз о том что было сделано в 2018 году также обсудим то что было сделано первые рабочие дни проекта и конечно что мы планируем сделать в новом 2015 году я думаю что вы знаете что новый 2019 год обещает быть очень интересным потому что те события последние яркие которые произошли в начале восемнадцатого года сдают определенный темп определенные заставляет брать определенные рубежи что мы с вами и будем делать меня зовут павел я один из участников команды который занимается непосредственно привлечением инвестиций в данный проект после меня выступать лично дмитрий александрович дуйнов это автор и разработчик технологии совмещенных обмот от славянка и такого продукта как мотор колесо дуйного которым многие из вас уже думаю слышали даже те кто возможно впервые посетили наш вебинар я думаю что сегодня будет с этим много новичков потому что судя по активности новогодний несмотря на то что были праздники у нас практически не случилось никакого провала по регистрациям по регистрации вообще не случилось если они как были выше норма не как начались в конце девятнадцатого года так часто продолжаются и по инвестициям то есть мы практически незаметно прошли праздники что на самом деле удивительно потому что но все-таки бизнес активность конечно снижается люди отдыхают люди проводят время с семьей но как видите про наш проект люди не забыли и продолжали участвовать активно в чатах и в плане новых инвестиций поэтому новички всем привет ну что давайте для начала поговорим о том что был в 18 году с режим скажем так память потому что праздники до длились там это неделю чуть больше кто-то из вас возможность нашел последнего вебинара что-то уже забыл я вам напомню что конечно самое главное яркое событие которое было скажем так новогодним подарком для нашей компании это конечно же то что нам одобрили вступление в особую экономическую зону алабышева для тех кто не знает ли кто забыл рассказываю что это такая государственная особо экономическая зона которая предназначается для строительства таких предприятий которые планируются строится и в нашем проекте именно конструкторское бюро то есть там размещаются инновационные компании которые занимаются средним крупным бизнесом это именно компании которые двигают экономику и очень конечно приятно что теперь и мы среди этих компаний будем находиться кто-то говорил даже нас не пустят было много разговора что вот вам в россии не дадут землю вам не дадут место по строительству сейчас можем говорить о том что мы эффективно турбеж преодолели и уже в 2019 году мы начинаем строительство нашего инженерного центра до конструкторского бюро так понятнее которое будет заниматься разработкой новых высокоэффективных двигателей с применением технологии дмитрий санчет дуинова технологии совмещенных обмоток славянка я с этим поздравляю потому что это знаменует выход уже на финишную прямую фактически когда мы преодолели все бюрократические возможные скажем преграды и теперь нам остается построить и запустить тот бизнес который создается на базе этой российской технологии почему алабушево да вот не перестают мне задавать вопрос почему именно по алабушево мы так стремились получить землю почему именно там мы планирую строить наше предприятие именно по той причине что во первых земля там дается государством она дается там совершенно бесплатно во вторых там есть большие преференции по налогам то есть льготой и также там достаточно серьезная инфраструктура уже выстроена там и железнодорожные пути дороги обычные то есть и коммуникации многие подведены потому что думаю вы понимаете что в строительство предприятия само по себе это еще только пол пол работы потому что туда нужно подвести и материалы для строительства и потом материалы для изготовления двигателей для работы самого предприятия ну и коммуникации это вода электричество все что нужно для того чтобы подобное предприятие функционировал именно поэтому мы там друзья и в скором времени мы уже должны стать именно резидентами этой особой экономической зоны потому что нас одобрили поступлению с оговоркой что мы должны будем подправить бизнес-план с учетом новых временных сроков потому что заявкам подавали летом до соответственно одобрены мы в декабре и вы помните что сейчас 2019 года ставка ндс россии поднялась на два процента с 18 до 20 соответственно с этим параметром также нужно бизнес-план подкорректировать потому что когда он готовился это конечно еще не было никому известно что так произойдет это в целом работа достаточно понятно она не такая сложная и просто нужно выполнить понятно как она будет сделана так что здесь нужно просто немного времени но нужно отметить что конечно всего этого был бы невозможно сделать если бы у нас не было сформировано фундамента то техническая база которая была сделана именно в этом году я думаю что вы помните что 2017 году была такая подготовительная работа были первый разговор о том что первый шаг в нашем проекте это конечно создание собственной лаборатории собственного опытного участка где можно выпускать опытные партии собственных электродвигателей не дожидаясь строительства балабушева и это и было реализовано еще ровно год назад там январе прошлого года 18 мы говорили только о том что мы планируем брать в аренду некоторые помещения в зеленограде там где находится непосредственно команда разработчиков сейчас мы уже говорим о том что на этих арендованных помещениях у нас уже оборудована лаборатория в которой постоянно ежедневно идет работа на технологии идет работа над электродвигателями с технологии дуэнова также стендовое оборудование на котором идет сравнение полученных результатов и тех двигателей которые были сделаны на опытном участке но непосредственно опытный участок на котором те двигатели которые создаются в лаборатории которые обсчитываются в лаборатории по технологии дмитрий санчин дуэнова уже пускаются в виде опытных партий именно на наше собственном производстве это конечно очень важно по двум причинам во первых потому что теперь можем говорить что у нас есть полный цикл по созданию электродвигателя и нам не нужно какие-то отдельные элементы или детали заказывать у сторонних разработчиков может быть да или у сторонних заказчиков сторонних производств потому что мы все можем делать сами соответственно технологии никуда не уходят технология всегда остается в рамках нашего предприятия как вы знаете что интеллектуальная собственность которая может туда утечь да и те наработки те методики которые команда сделала конечно это плюс никогда не дает именно по этой причине дмитрий санчин рассказывал что первые версии мотор колеса были умышленно сделаны не совсем по тем чертежам которые изначально разработчики закладывали ну потому что отдать такой инновационный продукт куда-то на сторону до чтобы кто-то его сделал ну ты просто как бы даришь ему такую разработку несмотря на то что конечно же есть все патенты и большое количество исследований которыми на команда делала не было никаких сомнений да кто автор всего этого но все равно это могло породить определенные проблемы теперь мы от этого защищены более того вот мы все говорим про алабышево что наша цель это алабышева но при этом уже в 2018 году мы перешли рубеж когда могли бы говорить о том что что будет если технология не состоится что будет если проект не состоится что будет если инвестиции там остановится либо приходить не в полном объеме необходимым теперь мы утверждаем и это факт что проект реализован в своем минимальном значении своей минимальным первом шаге потому что то лаборатория тот опытный участок а то стендовое оборудование позволяет делать полный цикл соответственно мы имеем то предприятие которое мы планируем строить только в миниатюре это уже есть сейчас это не какие-то утверждение планы это не какие-то гипотезы вот-вот сейчас это все будет это есть уже по факту поэтому друзья проект уже состоялся на первом в минимальном варианте так как мы говорили есть план минимум в нашем проекте есть план максимум то есть план минимум мы восемнадцатом году выполнили теперь наша цель в 2019 году приступить в полной мере к выполнению плана максимум ну соответственно это конечно же строительство как я уже сказал непосредственно конструкторского бюро со владельцами которого являются все те участники и инвесторы проекта которые присоединились или которые успеют проекту присоединиться уже говорили на предыдущих вебинарах по срокам как это будет выглядеть соответственно строительство самого предприятия займет где-то около 20 месяцев до закладывается 20 месяцев на строительство предприятия первые работы они уже начинаются то есть это облагораживание территории на которой будет строительство это заказали уже тем необходимое оборудование и как называется в общем где строители живут забыл вылечил из головы но не суть в общем то что нужно для того чтобы начать эти работы первые производить вот соответственно как только позволит погода надеемся что это будет март да ну все от погоды зависит когда растает снег мы сможем приступить от многих факторов зависит на каком этапе в этом году мы строительство становимся очень много от погоды зависит потому что с инвестициями проблем нет но вы знаете да как она бывает подводят зачастую заказчики как был например с лазерным оборудованием который к нам приехала на четыре месяца позже чем нам заявлял поставщик этого оборудования при этом еще потом достаточно большое долгое продолжительное время приходилось отлаживать это оборудование соответственно поэтому такие нюансы могут появляться но как говорится главное что мы движемся главное что мы все делаем и по срокам я думаю что все мы укладываемся на данный момент точно вот несмотря на то что конечно лабуша нас немножко отбросило по времени но как говорится все что делается все к лучшему поэтому все будет реализовано как и задумано конечно за этот год было много еще приятных событий которые хотелось бы отметить я более подробно делать на вебинаре на окончании года там можете посмотреть это конечно же и а то что завершили работы на мотор колесом 2 нового да сейчас можем говорить о том что на техническими условиями мотор колеса уже работа завершена и команда сейчас на данный момент приходит уже к формированию программ и метод испытаний вот мы можем говорить о том что сейчас это второй этап он будет озаменован тем что сейчас будет 2 2 фаза переговоров с теми компаниями которые заинтересованы в серийном выпуске мотор колес по технологии дмитрий санчатую но те кто спрашивали когда производство когда производство в общем сейчас можем уже говорить что в первом полугодии 2019 года проект уже перейдет первым фактичным результатом освоению такого производства вот поэтому здесь тоже все отлично опять-таки несмотря на то что мотор колесо это не является каким-то основным скажем так двигателем на котором компания планирует зарабатывать компания планирует зарабатывать на разработке самых разных двигателей а электродвигатели применяются абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека но мотор колесо это очень удачный пример того что может продемонстрировать и на что способна технология совмещенных обмоток славянка также можно отметить и там собственный контроллер который был разработан компанией в 2018 году это и новые полученные патенты что увеличивает интеллектуальную собственность компании это конечно и новые потенциальные заказчики это и успехи в инвестиционном плане я вам уже рассказывал что на момент а в завершении 18 года в проекте уже было более 130 тысяч участников причем регистрации у нас под 1000 регистрации в сутки я сейчас посмотрел на данный момент динамика сохраняется и там вчера было по моему 1100 регистрации за сутки представьте 1100 человек зарегистрировалось в проекте двигатель дуинова это конечно очень большое количество и можете представить в живую как это выглядит такое огромное количество человек приняли решение присоединиться к нашему проекту и в нем участвовать это конечно успех кстати да во многом благодаря чему это происходит не только благодаря позитивным новостям которые сейчас мы видим ну конечно благодаря акции как проходила я сейчас говорю про акцию когда каждый участник может подарить 100 инвестиционных долей своему другу которые еще не зарегистрированы в проекте двигателя дуинова я вам напоминаю кстати говоря что сегодня 10 января и сегодня последний день когда у вас есть возможность подарить 100 инвестиционных долей любому человеку который не участвует в проекте двигателя дуинова он регистрируется у него есть 100 инвестиционных долей он должен пройти верификацию после этого эти 100 инвестиционных долей у него остаются на всю жизнь при этом даже если он потом не сделает инвестицию я думаю что при условии почему бы и нет даже тех кто возможно не заинтересован в те кто не занимается инвестициями но получить в подарок 100 долей каждый будет рад поэтому друзья сегодня последний день у вас есть этой возможностью воспользоваться что соответственно сейчас да у нас планируется ну в принципе я все это уже рассказал да как хотел разделить но в целом примерно уже что у нас будет происходить вы все знаете по строительству до по целям вот если у нас уже была стратегическая сессия именно от инвестиционного направления в проекте да какие цели что мы планирую сделать я уже вам говорил что за 2018 год проект двигатели дуинова вырос в семь раз да это очень большая цифра и мы можем говорить о том что сейчас мы находимся на более как на будет более твердо стоит на ногах поэтому сделать еще один раз такой же рывок за этот год это не просто реально да это на данный момент наша цель поэтому можем говорить о том что если мы выполняем и держим те же скажем так скорости по привлечению инвестиций новых участников проекта 2019 год может стать финальным в плане привлечения инвестиций в проект двигателя дуинова ну по крайней мере вот именно в это конструкторское бюро поэтому друзья к этому и будем стремиться это наша цель коротко на выжимка из того из тех стратегической сессии которые мы проводили из тех переговоров вот со всеми партнерами участниками проекта так что друзья конечно многое зависит от вас помните что проект он в первую очередь народный и корот каждого его участника зависит результат этого инвестирования поэтому благодаря тому что именно так большинство инвесторов и относятся к проекту двигателя дуинова в 2018 году мы получили такие цифры так что я вас всех призываю не сбавлять темп работы еще много не нужно расслабляться и думать что все все прекрасно давайте отдыхать и ничего не делать это очень опасно и такая ловушка может получиться так что друзья работаем 2019 год будет знаковым я думаю что он будет гораздо ярче чем 2018 от несмотря на то что событий было достаточно много ну и связи с этим что хотелось бы сказать поскольку действительно проект уже идет такими большими скоростями мы уже не первый раз будем с вами перескакивать инвестиционный этап о чем я говорю но собственно я думаю вы помните что когда он зовут пятый инвестиционный этап а но стоит отметить да то что с каждым этапом компания решает определенные задачи соответственно когда эти задачи решены и когда мы можем говорить о том что риски у проекта снижены компания переходит на новый этап развития и на новом этапе развития делать инвестицию в проект становится менее выгодно но потому что компания уже не платит такую высокую венчурную премию инвесторам соответственно те планы что мы закладывали на шестой этап мы в прошлый раз выполнили их на пятом этапе поэтому я думаю что вы помните что у нас не было шестого инвестиционного этапа мы с пятого этапа развития сразу перешагнули на 7 в этот раз кто-то обрадуется кто-то может быть нет кто может быть хотел через несколько месяцев стать нашим инвестором и хотел успеть там на восьмом этапе такой возможности не будет у вас друзья и не будет именно потому что переходим мы с вами сразу на девятый этап финансирования проекта в общем переход с 7 на 9 этап случится 24 февраля это воскресенье то есть последний день когда вы можете приобрести инвестиционные доли нашего проекта по условиям седьмого этапа финансирования так что друзья успевайте у вас есть чуть больше месяца для того чтобы это сделать потом будет девятый этап конечно условия инвестирования по-прежнему будут очень выгодны потому что проект все равно на том этапе будет в своей начальной стадии ну начальной стадии это трудно назвать но все же относительно того какой бизнес мы создаем конечно это начальная стадия она будет идти в принципе до конца финансирования можно будет проинвестировать можно стать инвестором но если хотите сделать это сейчас на седьмом этапе прошу осталось немножко времени ну и соответственно для тех людей которые еще возможно думают хотят ли они стать инвесторами или нет или просто хотят погрузиться в атмосферу нашего проекта я вас всех приглашаю 16 февраля на нашу конференцию которая пройдет в москве соответственно точный адрес точное время мы это объявим немножко позже также будет открыта регистрация на данное мероприятие обязательно зарегистрируйтесь эти мероприятия у нас проходят как правило раз в этап соответственно последнее подобное крупное мероприятие у нас проходило в конце сентября 2018 года под конец пятого этапа финансирования нас посетила если не ошибаюсь более 500 человек там была команда от разработчиков и евгений дуинов игорь корхов другие участники командуют и непосредственно которые работают с дмитрием дуиновым на технологии над проектом и соответственно там в прошлый раз было привет предоставлено и показано огромное количество техники которая сделана на базе технологии дмитрий санчет дуинова это и байки электробайки это электровелосипеды это электроавтомобили то есть ренот визе в общем все то что вы видели на видео на картинках прошлый раз могли лицезреть вживую фотографироваться кто-то даже покатался вот соответственно подобная встреча пройдет 16 февраля я всех на нее приглашаю обращаю ваше внимание что это не такая живая встреча презентация которая была по городам у нас или была в декабре в москве там цель именно презентовать проект новичков здесь же наша цель именно как отчетное мероприятие где мы рассказываем о том что было сделано что будет сделано и демонстрируем разработки компании с которым вы можете лично ознакомиться в принципе то все это все друзья что я хотел вам сказать вот еще важная информация по поводу наших вебинаров я думаю что вы знаете что наши вебинары идут не только в данной вебинарной комнате или на ю тубе или в группе вконтакте многие партнеры наши вебинаре ретранслирует на свои ресурсы то есть на свои youtube каналы на свои свои группы вконтакте если вы хотите чтобы наши вебинаре ретранслировались к вам напишите мне я вам расскажу как это сделать я рассказываю на каждом вебинаре на сейчас я делал этом акцент потому что мы сейчас подготовим определенную инструкцию для всех партнеров как это сделать мы сделаем рассылку с инструкцией в общем все вы сможете ознакомиться как это сделать и это очень удобно такая ссылка на свою страницу вконтакте направил в чат вебинарной комнаты можете со мной связаться это и вам помогает зарабатывать на партнерских отчислениях проводя вебинары наши для своей аудитории а нам это помогает для того чтобы больше зрителей смотрел наши вебинары и присоединялась к нашему проекту так что друзья присоединяйтесь к этому направлению к этой работе если вы сейчас нас смотрите кстати говоря в группе вконтакте у нас или на ю тубе или в любых других социальных сетях прошу вас прямо сейчас нажать кнопку лайк нажать кнопочку поделиться помните что этим самым вы помогаете проекту развиваться и опять-таки увеличить количество зрителей на вебинаре не ленитесь друзья помните что я вам сказал что только все вместе мы сможем повторить тот рывок мы сможем опять вырасти там 5-10 раз за 2019 год и вполне вероятно что уже в этом году финансирование нам больше уже не будет требоваться потому что мы соберем все необходимые средства так что как говорится не будьте пассивны я же перехожу к вопросам если у вас есть вопросы по проекту двигателя до иного причем вы можете задавать и как мне по инвестиционном направлению или дмитрий санчатую нову по техническому направлению или те вопросы которые вы хотели бы именно у него узнать пишите их во вкладку вопросы верху вебинарной комнаты я сейчас на вопросы отвечу и после этого передам слово дмитрий санчатую но так добрый вечер как обстоят дела с набором сотрудников для поддержки иностранных инвесторов негатива очень много поддержка не справляется алекс смотрите по поводу негатива до были у нас задержки по поводу консультаций иностранных инвесторов сейчас мы провели плену работу с технической поддержкой то есть сейчас на данный момент никаких проблем с консультацией быть не должно то есть ответы приходят от технической поддержки моментально единственно что ну может в ночное время там несколько часов может быть какая-то задержка на ответ в целом все должно работать если у вас другая информация если на данный момент действительно вы знаете что есть какие-то проблемы и долгие ответы у иностранной поддержки обязательно со мной свяжите сообщите мы с этим разберемся по поводу наборов сотрудников сейчас на сотрудники есть также у нас есть уже поиск новых то есть мы сейчас набираем уже не из партнер и мы ищем именно сотрудников потому что порту среди партнеров мы искали нашли человека который наш партнер который говорит по-английски он будет возглавлять это направление остальные операторы они в принципе могут в проекте не быть там инвесторами могут просто же как сотрудники именно сейчас мы их ищем для того чтобы эту работу ускорить так добрый добрый день скажите пожалуйста когда в разделе документы появится приложение о подтверждении полученных получением платежей полученных на первых трех этапах сергей так смотрите я вам не могу сказать точно когда я знаю что эта работа ведется то есть про эту как сказать ошибку мы знаем сейчас я запишу чтобы сейчас после вебинара уточню когда это будет сделано но не переживать обязательно сделаем а где можно купить справочник если можно дайте ссылку так друзья прошу вас дайте ссылку на сайт где можно купить справочник по совмещенным обводкам дмитрий санчо дуйнова в чат вебинарной комнаты напишите юрий посмотрите я думаю сейчас ссылку вам дадут где можно купить у меня чисто шкурный вопрос когда будут объявлены результаты видео конкурса и когда будут когда участник вид в кабинетах начисления за участие в нем сергей начисление увидите в ближайшие пару дней соответственно результаты будут в течение недели но и постараемся сделать до конца этой неделе но очень тут там 7 5 дней мы это обязательно сделаем работа идет просто огромное количество отзывов вы получили видео отзывы и отзывы действительно очень качественные и не хочется знаете делать это спустя рукава очень действительно отобрать тех кто достоин но эта работа достаточно кропотливая и делают ее большая команда для того чтобы убрать какое-то мнение предвзятое возможно здравствуйте я так понимаю что симфонные моторы с вашей технологии славянка гораздо мощнее надежнее традиционно но как в нашей стране из рубежа выпускать заводов традиционный электродвигатель с обмоткой треугольника звезда то надо видеть защитить электромотор так то надо защитить электромотора с обмоткой славянка какими-то водяными наклейками или придумать документ или что-то еще чтобы потребитель покупая мотор точно мог убедиться что это именно мотор с обмоткой славянка и какой-то другой двигатель а потому что насчет подделки и продавать вот дмитрий на самом деле это очень правильно что вы говорите вы должны тоже тут две честь составляющих первое все правильно и конечно они должны маркироваться определенным образом сейчас многие компании пишут например серийный код определенный до который вы можете проверить на стороне разработчика или на стороне производителя это чтобы убедиться что ваш продукт оригинальный более того такие случаи уже были и прислали партнеры я сам видел сайт который продавал мотор колесо дуиного мошенники до продавали мотор полисуда но не знаю сейчас это есть пытались ними связаться человек на связь не выходит сразу всех блокирует когда понимает кто ему пишет ну да вы правы с другой стороны смотрите наша компания не планирует заниматься серийным выпуском электродвигателей то есть по большому счету то о чем вы говорите даже не совсем наша задача что ли да или проблемы потому что компания планирует заниматься разработкой двигателей то есть Допустим, вы компания, которая занимается серийным выпуском. Вы приобрели документацию у конструкторского бюро, которое мы будем планировать строить, у Дуйнова, его команды. Приобрели эту документацию на такой двигатель, начали его производить. Мы уже, как разработчики, заработали именно на продаже документации. Потом на серийной продаже двигателей зарабатывает уже то предприятие, которое купило эту документацию. Соответственно, это уже в ее интересах, как сделать так, чтобы обезопасить свой продукт от подделок. Но все же, да, я думаю, что какие-то меры здесь приниматься будут, потому что мошенничество, оно всегда имеет место быть. Так, Павел, скажите, когда примерно будет внутренняя биржа и когда будут привлечены юридические лица к инвестированию? Андрей, я уже отвечал не так давно на этот вопрос по поводу юридических лиц. Эта работа ведет, чтобы юридические лица могли инвестировать. Там есть свои особенности. Мы делаем это, но не спешим. На самом деле, не такое большое количество юридических лиц инвестируют, то есть инвестируют частные лица, потому что это именно краудинвестинг. Краудинвестинг направлен на обычных людей. Это малые и средние инвесторы со средней инвестицией в 100 тысяч рублей. Многие инвестируют, да, конечно, и больше, это и миллионы рублей, но инвестируют как частные лица. Но с другой стороны, да, юридические лица также будут сделаны. По поводу внутренней биржи. Внутренняя биржа будет реализована после завершения финансирования. То есть после завершения финансирования только тогда это будет сделано. Так. Сколько раз можно просрочить платеж по рассрочке? Дело в том, что зарплату теперь платят на месяц позже. Спасибо. Тимур, смотрите, просрочить вы можете сколько угодно раз. Да, вот если вы, просто у вас там еще не отменился платеж. То есть есть две составляющие. Это может быть просрочка платежа на несколько дней. А может то, что у вас отменился платеж. То есть вы 20 дней свою задолженность не закрыли, тогда у вас отменяется. Сколько раз можно восстановить? Каждый раз все рассрочки рассматриваются индивидуально. Если ваша рассрочка отменена, вам ее могут никогда больше не восстановить, если у вас нет уважительной причины, по которой вы, соответственно, ее не оплатили вовремя. При этом то, что вы говорите, то, что у вас зарплата на месяц позже, это действительно уважительная причина. Я думаю, что если вы напишите в техническую поддержку, они вам помогут разобраться. Возможно, они вам на месяц срок сдвинут. Ну, потому что что делать, да, нельзя же каждый месяц там, не знаю, на несколько недель просрачивать свою рассрочку. Напишите, я думаю, что вам подскажут. А когда переход на следующий этап? Конец января или начало февраля? Сергей, я уже на этот вопрос ответил. Смена институтного этапа у нас планируется и состоится 24 февраля. И еще раз обращаю ваше внимание, что мы переходим с седьмого этапа сразу на девятый. То есть мы перескакиваем в этот раз в восьмой этап, поэтому дисконт будет снижен очень серьезно, гораздо сильнее, чем он снижался ранее, когда мы переходили от этапа к этапу. Так что, друзья, успевайте участвовать, пока такая возможность есть. Действительно, условия очень серьезно будут ухудшены для инвестирования. Ну, так что вы понимаете, проект совершенно в новую стадию выходит. Это можно назвать, знаете, второй этап вообще самого проекта, если разделить до строительства и после строительства. Вот, соответственно, сейчас мы подходим к самой, прям, наиважнейшей точке становления проекта. Поэтому, скажем так, такую венчурную премию смысла уже платить инвесторам нет. Но те, кто успеют проинвестировать, как говорится, кто успел, тот и лучшие условия заберет. Здравствуйте, Павел. С момента официального учреждения компании прошло полтора года. Период развития разделен на 20 этапов. По идее, мы должны быть на 11, а находимся на 7. Объясните, пожалуйста. Леонид, мы уже говорили о том, что у нас нет такой цели, прям, к месяцу привязываться к определенному этапу. Понимаете? Мы можем перескакивать этапы, о чем мы говорили, что мы делаем. То есть, мы уже второй раз перескакиваем через один этап. То есть, мы перешагнули с пятого на седьмой, теперь седьмого на девятый. У нас не было ни шестого этапа, ни восьмого. Соответственно, в следующий раз мы можем перешагнуть сразу через пять этапов, получив, например, какой-то серьезный заказ от компании-заказчика, да, нашей технологии. В общем, поэтому мы в любом случае успеваем к этому сроку. Более того, да, сейчас у нас девятый этап, вы говорите, что там, ну, должен быть десятый или одиннадцатый будет на тот момент. То, что у нас на один этап сроки сдвигаются еще раз, мы потом перепрыгнем и ничего страшного не будет. Ну, тем более, да, вы должны понимать, что наши три года, вот эта цель, потому что за три года двадцати этапов, это же не обязательно должно быть день в день. Но вы понимаете, что может там ветер подуть, условно говоря, и мы закончим не через три года, а через три года и два месяца, например. Или за два года и десять месяцев, то есть быстрее на два месяца, да. Ну, то есть, это же достаточно такой момент. Так, Павел, когда можно ожидать отчета финансовой деятельности в рамках реализации проекта? Седьмой этап в разгаре, а последняя информация о включенных инвестициях будет 300 миллионов рублей. Информация третьего или четвертого этапа. Прошу вас озвучить текущее состояние. Константин, в случае объявления, да, в ближайшее время именно результатов, то это произойдет непосредственно в конце текущего этапа. То есть, ну, точно вам не могу сказать, какие цифры будут раскрыты непосредственно в конце этого этапа, но часть информации важной точно инвесторы получат. Так, смотрю вопросы от Дмитрия Александровича некоторые. Насколько я знаю, проект Дуинова зарегистрирован за рубежом. Есть ли риск для проекта Дуинова из-за санкций? Читал в интернете, бизнесмены много денег потеряли. Дмитрий, такого риска на данный момент нет. При этом вы должны понимать, что деньги компании расположены в разных банках. И если вы зарегистрированы, ну, ваша компания зарегистрирована в определенной стране, это не значит, что все ваши деньги находятся там. Это значит, что ваши деньги рассредоточены по разным банкам. Вот, соответственно, эти банки не офшорные, они европейские. И может ли быть такое, что в будущем какие-то барьеры будут? Да, такое может быть. Это значит, что мы просто поменяем юридическую схему. Вы должны понимать, что вообще мир, он достаточно интересен, мир, он динамичен. И, как говорится, стабильно, стабильно лишь само изменение. Понимаете? Поэтому говорить о том, что все будет всегда так, что никакие санкции не наложат там еще на Россию, и на нас это никак не коснется, мы, конечно, не можем. Вот, с другой стороны, сейчас опасаться этого, ну, преждевременно. При этом мы готовы к этому. То есть мы знаем, что мы будем делать в случае, если это произойдет. С другой стороны, знаете, есть такая поговорка, дорогу осилит идущий. Вот нам говорят, знаете, как везде плохо. Иногда послушаешь людей. В России плохо не пустят, не разрешат чиновники. За рубежом нельзя санкции. Там, те против нас, эти не за нас опять. Ну, понимаете, да, такое ощущение, что невозможно делать бизнес, невозможно привлекать финансирование, но мы это делаем. Понимаете? И, возможно, иногда мы делаем это вопреки чему-то, вопреки тем силам, которые хотели бы нам помешать. И, как вы видите, на данный момент нам это прекрасно удается, и на данный момент мы все назначенные цели успешно реализованы. Так что, я думаю, эту традицию мы сохраним. Так. Почему такой высокий курс доллара при конвертации за доли? Олег, мы никаких комиссий здесь не берем за конвертацию. Комиссия есть только банковская. Тут два момента. Первое – это курс доллара сам по себе сейчас вырос. Обратите внимание, может быть, вы не заметили, он к нам к 70 приблизился. Второе – это то, что очень зависит от того, с какого банка вы оплачиваете. Я могу вам сказать, что, например, самый популярный способ, карточный, это Сбербанк, например. А в Сбербанке самые невыгодные курсы конвертации. То есть, вы платите в рублях со Сбербанка, он вам конвертирует в личный кабинет в долларах. Понимаете? Там очень невыгодный курс. Есть другие банки с более выгодным курсом. Я думаю, что вам нужно как-то так здесь почитать, посмотреть, где будет выгоднее лично вам. Павел, я отправлял подарок другу, а письмо Solar Group так и пришло ему. Как быть? Василий, скажите, когда вы это делали? Потому что, насколько я знаю, эту проблему решили. Если нет, то напишите в техническую поддержку, они вам скажут, что сделать. Когда смена этапа? Уже тоже отвечал. Смена этапа 24 февраля 2019 года. Мы переходим сразу на девятый этап финансирования. Так. Так, 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 сейчас. Павел, вы говорили, что озвучите количество включенных инвестиций в районе экватора проекта. Я так и не услышал эту информацию. Пожалуйста, озвучьте. Эдгар, цифры я озвучил на последнем вебинаре, который был в завершающем, в 2018 году. Там можете посмотреть достаточно много цифр и статистик проекта. Я и Сергей Семенов раскрыли. Поэтому посмотрите тот вебинар. А почему на девятый, а не на одиннадцатый или двенадцатый этап прыгаем? Вроде риски вообще минимизировались. Идем с опережением и так далее. По графику на этап два месяца. Так получается, никаких перепрыгиваний нет по факту. Зачем так? Андрей, еще раз, смотрите. Сейчас мы перепрыгнули через один этап. Потом мы перепрыгнули через два этапа. И мы все равно в течение трех лет завершим 20 этапов. Это не должно быть месяц в месяц. Понимаете? И мы можем догонять, отставать эти этапы. И в итоге главное, чтобы все выровнялось в конце. Тем более вы должны понимать, что вы говорите. Мы должны быть на двенадцатом этапе, ведь риски минимизировались. Поймите, нельзя по одному критерию судить о том, насколько риски большие или маленькие в данный момент. Потому что это целый набор позиций и задач, которые нужно решить. Когда мы можем говорить о том, что мы можем перейти на конкретный этап. Мы сейчас не решили ряд тех задач, которые у нас лежат на девятый, на десятый, на одиннадцатый этап. Не решили мы их на данный момент. Поэтому мы не можем перейти сразу на одиннадцатый. Понимаете? Мы не можем перешагнуть этап и начать решать те задачи, которые были запланированы на десятом этапе, решать их на двенадцатом. Потому что на двенадцатом у нас другие задачи уже лежат. Понимаете? Невозможно делать все сразу. Проект реализуется по шагам постепенно и реализуется в срок. Что касается вообще сроков и так далее. То есть у нас часть задач идет с опережением, часть задач идет так, как должно быть. При этом, например, с Алабышу у нас действительно затянулось. Вы знаете, что заявку мы подали еще весной, потом летом мы ее откорректировали, только к декабрю. В декабре мы получили одобрение на строительство. То есть вот эти полгода, в частности, по Алабышу у нас затянулось. Потому что если бы нам сразу дали одобрение в эту особую экономическую зону, мы бы уже сейчас, летом, возможно, бы начали первые работы по строительству. Поэтому задач действительно много и не всегда получается. Знаете, мы бы с удовольствием сразу на 20-й перешли и начали бы уже предприятие, чтобы функционировало. Так. В поддержке не хватает знающих язык. Наверное, об этом был вопрос. Ну, вот, Владимир, я услышал, поговорю с руководителем технической поддержки, с чем это может связано этот вопрос. Но сейчас, на данный момент, техническая поддержка иностранная должна работать на отлично. Так. Павел Большили, предпосылки. Так. И нет вопроса. Так. Ладно, наверное, не дописали. Так. Так. Сейчас очень много вопросов. Они прям этот один за другим. Павел Большили, предпосылки для завершения финансирования. Александр, да, я уже вам сказал о том, что в 2019 году мы уже можем завершить финансирование проекта. И здесь мы отталкиваемся не только от фактически собранной суммы. Я думаю, что вы помните, что у нас огромное количество инвестиций лежит в рассрочках. То есть это те инвестиционные доли, которые еще не оплачены фактически инвесторами, но они зарезервированы инвесторами и инвесторы взяли на себя обязательство их оплатить. Соответственно, когда мы поймем, что у нас уже достаточно денег в рассрочках, мы просто остановим прием новых инвестиций и дождемся, пока все старые инвесторы доплатят свои инвестиционные пакеты. Поэтому, да, предпосылки очень весомые на данный момент. На чем вы будете зарабатывать, если не будет заказов или мало будет заказов на разработку двигателей? Сергей, ну это, думаю, Дмитрий Александрович лучше ответит. Так, вы внутреннюю биржу заранее готовите? То есть сегодня собрали деньги, а завтра открыли внутреннюю биржу? Владимир, да, внутренняя биржа, функционал готовится. То есть он будет, естественно, подготовлен заранее, это не будет такого, что мы закончили финансирование, потом полгода еще делали внутреннюю биржу, она откроется сразу после завершения финансирования. Зачем юридическая регистрация, хрен пойми, где в Инуату, а не в России? Почему к оплате инвестиционных долей принимаете платежные суррогаты, перфектмани и биткоин, которые используют финансовые пирамиды и мошенники? Так, первое, значит, по поводу Внуату. Ну, я уже много раз на этот вопрос отвечал, что, во-первых, у нас группа компаний. Нельзя говорить, что наша компания зарегистрирована за рубежом, потому что только одна из наших компаний там зарегистрирована. Вот, соответственно, почему так? Потому что мы работаем по всему миру. И это, во-первых, да. Во-вторых, в России нет законодательства по краудинвестингу. И он просто отсутствует. Соответственно, для того, чтобы действовать в рамках международного законодательства, которое уже есть в мире по краудинвестингу, мы выбрали именно такую юридическую схему. Именно для того, чтобы соблюдать международные правила краудинвестинга, одна из наших компаний зарегистрирована за рубежом. Почему она зарегистрирована в офшорной зоне? Мы, потому что тоже много раз рассказывали, что мы могли бы сделать ее сразу там в Швейцарии где-то или в Германии. Но это стоило очень больших денег. И, по крайней мере, на тот момент компания себе не могла это позволить. То есть, там зарегистрация инвестиционного фонда в Швейцарии стоит миллион евро и полтора года ждать. Причем еще не факт, что вам откроют, потому что не всем подряд можно открыть. Там нужен опыт работы в подобных структурах. Там, ну, очень такая волокита большая. Поэтому было решение сделать это там, где это достаточно просто и при этом полностью легально. Вот, при этом еще раз, если вас смущает внуату, то нужно читать всегда инвестиционный договор. Важно то, что написано в инвестиционном договоре. Если вы думаете, что в Швейцарии вас никто никогда не обманет, вы ошибаетесь. Потому что если в договоре будет написано, что вам никто ничего не должен, то вам никто ничего не будет должен, где бы вы не были зарегистрированы. У нас такого не написано. Да, это два. Вот, соответственно, деньги, да, офшор-то офшором. Вопрос, наверное, потому что вы думаете, что деньги там лежат. Я уже говорил о том, что деньги у компании, банковские счета у компании открыты в Европе. И поэтому деньги фактически не попадают в офшор. Это очень важно. Но юридическая, да, составляющая там, именно для того, чтобы все международные требования соблюдать. Вот, что касается именно Собвелмаш, например, да, которая сейчас становится резидентом особой экономической зоны, то это российская компания в частности. Почему к оплате инвестиционных долей принимаются денежные суррогаты, к примеру, к Мани и Биткоин, которые используют финансовые пирамидные мошенники? Вот, смотрите, есть две платежные системы. Их использует огромное количество компаний, в том числе и финансовые пирамиды. И если их используют финансовые пирамиды, вы сразу равняете эти деньги под какое-то мошенничество. Ну, Биткоин, мошенничество или нет? Значит, Биткоин сейчас многие магазины даже принимают. Это очень популярная на данный момент платежная система. И, знаете, это то же самое, что говорить, а почему у вас личный кабинет в долларах? В долларах же, там, не знаю, тоже торгуют каким-нибудь оружием. Вы что, тоже какие-то преступники? Ну, понимаете, как бы, ну, все используют доллары, и мы используем. Это удобная международная валюта. Все используют перфект мани, Биткоин, это очень удобно, и мы тоже это используем. Понимаете? Наша задача сделать так, чтобы инвестору было максимально удобно сделать инвестицию. Чтобы не было такого, что он ходил и говорил, у меня нет карты, у меня нет банковского счета, у меня есть Биткоины, можно перевести? Мы говорим, ну, есть Биткоины, можно. Мы используем достаточно крупный мерчант по криптовалютам, который очень большое количество компаний обслуживается, не было никогда никаких проблем и так далее. Поэтому говорить о том, что мы используем Биткоины, поэтому мы мошенники, ну, это очень странное утверждение на самом деле. Вот, вообще, кстати говоря, я понял ваш вопрос, то есть, вы не сказали, что вы мошенники, вы сказали, что так делают мошенники. Геннадий, еще раз, да, мы сейчас на данный момент стали резидентами особой экономической зоны Алабышева. Наши компании дали землю под строительство в России, эту землю нам выделило государство. Поверьте, для того, чтобы получить эту землю в России, нам пришлось не только подготовить огромное количество документов по компании, нам пришлось пройти просто невероятное количество всевозможных проверок. И нас проверяли все, вот начиная от полиции, там, УБЭПа и так далее, заканчивая всеми инстанциями администрации города Москвы, понимаете? Проверяли все. И все сошлись на мнение, что деятельность полностью законная и она полностью в рамках законодательства, понимаете? Если мы были какой-то непонятной серой компанией, то никогда бы мы не получили разрешение на строительство в таком важном стратегическом месте. Поэтому, друзья. Так, очень плохо работает ваш сайт-сервер, особенно при подключении из-за рубежа. Алекс, объясните, пожалуйста, что значит плохо работает. Если вы имеете в виду скорость работы, то сейчас мы переходим на новые сервера, в скором времени все должно залетать очень и очень быстро. Так, в каком банке находится счета компании? Каким образом денежные суррогаты переводятся в деньги, доллары и рубли? Где ведется реестр инвесторов? Какое суммарное количество долей в проекте? Так, ну, количество, итоговое количество долей в проекте не определено, об этом много раз говорили. Где ведется реестр акционеров? Акционером в реестр ведется компании, плюс каждый человек может взять выписку о своем участии и о том количестве инвестиционных долей, которые у него есть. То есть вы можете получить документ, который подтверждает, что вы реальный инвестор, который вы реально, какое количество долей вы имеете, это выписка из реестра. То есть это помимо тех юридических договоров, которые у вас есть. По поводу каком банке, например, Фио-банк, это в Чехии, это банк, который мы чаще всего используем, это хороший европейский банк. Сейчас мы открываем еще в нескольких счетах банки, то есть когда сейчас лифт-переводы появится, вы увидите, какие банки это будут. Поэтому, каким образом денежные суррогаты переводятся в деньги? Этим занимаемся не мы, этим занимаются мерчанты, есть так называемые компании, которые обслуживают денежные транзакции. И благодаря им это происходит. То есть, поймите, легализовать эту работу достаточно просто, если ты знаешь, как это делать. Ну, это просто уже для нас, потому что мы это сделали уже неоднократно. На самом деле, конечно, это задача, как говорится, со звездочкой. Так. Какие-то инвестиционные проекты по принципу краудинвестинга уже были полностью зафинансированы и запущены в работу с помощью вас, Павел. Именно было что-то о других проектах в одном интервью, а что именно, не помню. Спасибо. Анатолий, ну, нельзя говорить, что с помощью меня я, конечно, принимал участие, да, и был участником команды, которая этим занималась. Ну, нельзя говорить, что я сделал, да, допустим, один. Вот. Ну, какую-то работу, конечно, я приложил. Вот. Соответственно, для того, чтобы увидеть те конкретные проекты, которые мы зафинансировали, вы можете это сделать, например, на нашей платформе, Симакс она называется. Это краудинвестинговая платформа, это такой инструмент, когда бизнес может получить финансирование, а инвесторы могут поддержать тот бизнес, который им нравится. То есть это похожая такая система, которая есть здесь, только там были небольшие проекты, такие кафешки, магазины, которым требовались несколько миллионов рублей для расширения бизнеса. Там за полгода активно работает, то есть эта платформа и сейчас активно работает, просто я, в частности, не принимаю там активное участие, но за полгода, если не ошибаюсь, где-то 35 проектов, 35 компаний мы зафинансировали полностью. Вот. Многие из них уже выплатили деньги своим инвесторам, вот, поэтому это что касается того, что было сделано конкретно. Сколько еще будет длиться этап с инвестициями? Если вы имеете в виду весь процесс инвестиционный, но я не могу им ответить, там, в день, что ли, мы будем работать так, что в 2019 году это все завершить уже. Так, почему не на 12 этап? По-моему, адекватный прогресс. Ну, Александр, я на это уже вроде ответил, потому что есть задачи, которые мы еще не выполнили, что были запланированы на 10-й, на 11-й этапы. Так. Здравствуйте, до какого момента можно будет увеличить инвестиционный пакет? Говорили, что после Нового года эту функцию уберут. Попробуйте, точной информации у меня нет. Очень вероятно, что этот этап, то есть седьмой этап, станет последним, когда можно будет увеличить инвестиционный пакет, который вы уже приобрели. Я думаю, что многие из вас знают, что если вы сейчас платите рассрочку и хотите взять еще один инвестиционный пакет, второй, вы можете взять не второй пакет, вы можете просто свой текущий пакет расширить. То есть вы платили рассрочку на 1000 долларов, расширили пакет, теперь платите рассрочку на 2000 долларов. Вот, соответственно, такая возможность у вас будет точно до конца текущего седьмого этапа, после седьмого этапа, скорее всего, этой возможности уже не будет. Поэтому, если вы хотите увеличить свой инвестиционный пакет, чтобы ваша инвестиция в проект Блинова была больше, причем увеличиваете вы пакет по тому же дисконту, по которому вы брали свой пакет, который вы сейчас оплачиваете, то есть гораздо выгоднее, чем купить второй пакет, например. То такая возможность у вас есть до седьмого этапа, дальше не могу этого гарантировать. Паш, как мне узнать, по какому дисконту я могу купить акции на данный момент? Иван, вам нужно зайти в личный кабинет, в раздел инвестирования и там посмотреть ваши текущие дисконты, которые вам доступны. Кстати, друзья, еще немаловажный факт, я о нем забыл совсем, сейчас вот скажу. Я думаю, вы помните, что участники первого этапа в нашем проекте имеют привилегированные условия. А именно, если вы приобрели на первом этапе пакет от 2000 долларов до 15 тысяч долларов, у вас есть возможность купить еще один пакет, ну или несколько пакетов по условиям первого этапа. Соответственно, эта возможность у вас заканчивается на этом седьмом этапе. То есть, если вы хотите воспользоваться своими привилегированными условиями участия, если вы участник предстарта, участник первого этапа, обязательно обратите на это внимание. Седьмой этап – это последний этап, когда вы можете это сделать. Так что приобретайте еще один пакет, пока такая возможность у вас есть. Когда в кабинете будет реализована функция наследства, чтобы люди могли оформлять свои доли в наследство, если пожелают. Сергей, мы это уже обсуждали, эта функция будет. В любом случае, на данный момент могу вам сказать, что если вы беспокоитесь о том, что, допустим, с вами что-то произойдет, то есть сейчас функционал передачи ваших инвестиционных долей по наследству. Такой же у нас прецедент был. Так что здесь можете не переживать, несмотря на то, что пока этого функционала нет, ваши инвестиционные доли никуда не денутся, чтобы не случилось. Здравствуйте, я первый раз на вебинаре. Подскажите, пожалуйста, привлекаете ли вы крупных инвесторов? Екатерина, да, крупных инвесторов привлекаем, несмотря на то, что все-таки наш проект именно краудинвестинговый, но крупные инвесторы, когда хотят сделать инвестицию, мы предлагаем им индивидуальные условия. Поэтому, если у вас есть такие клиенты, мы будем работать и с ними. Соответственно, если говорить вообще про крупных инвесторов, то у нас уже есть крупные инвесторы, и это компания, с которой подписан договор о дофинансировании проекта. То есть это компания, которая взяла на себя обязательство дофинансировать проект в любом случае, даже если мы не сможем самостоятельно привлечь деньги с помощью краудинвестинга. Но такого не будет, я в этом уверен, что мы сами сможем все это сделать, но это наша страховка, это на случай того, что многие опасаются, что если вы не соберете необходимое количество инвестиций, такого риска у нас в проекте на данный момент уже нет. Так, смотрю вопросы. Когда IPO? Александр, IPO после завершения финансирования. Вот, Екатерина, да, после завершения финансирования и начала работы предприятия. То есть невозможно. Мы можем деньги собрать, да, но какое-то время еще понадобится для того, чтобы достроить предприятие, если мы деньги вперед соберем. Ну, вероятнее всего так и будет. Мы же не сможем сразу выйти на IPO еще с неработающим бизнесом. Когда этот бизнес будет достроен, ну, конструкторское бюро, когда оно начнет работать, соответственно, ну, это примерно может случиться в один момент, то есть завершение финансирования и окончание строительства. После этого мы будем уже проводить IPO. Вопрос к Павлу. Уже долгое время отсутствует возможность оплаты через SWIFT. Несколько раз, несколько раз задавал вопрос по этому поводу, получил ответ, что ведется работа. Как долго еще ждать, Алексей? Ну, вот, не хочу называть точно сроков. Мы это обсуждали как раз-таки несколько дней назад по поводу SWIFT, что он должен работать. Сейчас давайте я запишу еще раз, чтобы этот вопрос поднять. Все готово практически для этого. Это уже сейчас на данный момент не от нас зависит эта задержка. Так. Что будет, если обесценится доллар? Не лучше ли привязать стоимость, например, к золоту или одному килограмму мяса? Я думаю, мясо не обесценится. Юрий, а вы говорите, к золоту привязать? А если золото обесценится? А золото там с 2011 года, по-моему, дешевеет. Ну, конечно, она в перспективе-то растет всегда, да, там, если мы берем 20-30 лет. Но, понимаете, здесь такая вещь, знаете, как, если прыгать там и тут, то не здесь и не там не успеешь. Поэтому мы начали работать с долларом, и доллар удобен большинству наших инвесторов, потому что инвесторы у нас со всего мира, у нас уже более 100 стран участие в проекте принимают. И им, естественно, удобно расплачиваться в долларах. Именно поэтому наш личный кабинет в долларах сделан. Вот, что касается, если он обесценится, да, соответственно, мы деньги не храним в мешках там и на банках и счетах, как хотите. Деньги идут на реализацию проекта. Поэтому, что бы ни случилось, стены, оборудование, и что самое важное, знания, патенты, это никогда не обесценится. И всегда это будет у нас, потому что это мы уже успеем приобрести. Так, так, так. Павел Дмитрий Александрович будет на конференции в Москве? Я не могу за Дмитрия Александровича говорить. Это он сам скажет. Так, так, так. Есть место в клубе? Спасибо. Место в клубе 100 еще есть. В клубе 1000, конечно, уже нет. Павел, вы уходите от ответа. Я пришел на вебинар, чтобы узнать интересующую информацию. Вы отправляете меня лопатить часовые видео. Эдгар, а, я вспомнил ваш вопрос по поводу цифр. Ну, понимаете, еще раз. Вот нас сейчас смотрят, даже в этой комнате, практически там 300 человек. Но если я буду одному вам рассказывать про эти цифры сейчас, причем, что эти 300 человек уже на прошлом вебинаре это слышали, я думаю, это будет не совсем правильно, согласитесь. Поэтому был вебинар, где я бы про все это рассказывал. Сегодня у нас не только вебинар, но по цифрам даже сегодня я говорил, что у нас более 130 тысяч участников, что там больше тысячи регистраций в сутки. Более подробно на прошлом вебинаре это было. Так, Павел, этапы связаны только с финансированием. А при чем тут Алабушева и так далее? Если вы соберете деньги завтра, или, например, какой будет этап? Или это разные вещи, зачем это связать? Андрей, я уже говорил вам, смена этапа не зависит только от финансирования. Смена этапа зависит от решения конкретных задач, реша которые мы можем говорить, что теперь риски проекта гораздо ниже. Понимаете, да? То есть закладывается ряд задач на этап. Мы их решаем. Соответственно, привлечь определенное количество инвестиций только одна из задач. Но вы понимаете, что если мы привлекли хоть все инвестиции, которые нам нужны, но, например, не вошли в Алабушево. Ну, понимаете, перекос получается. То есть деньги-то есть, а строиться-то негде. Понимаете? Поэтому нельзя говорить, что все зависит только от одного какого-то элемента, в частности финансирования. Финансирование идет с опережением, как я понимаю. Значит, этапы должны опережать планы. Раньше закроем и хорошо, перестанем привлечением заниматься. Андрей, ну, в целом я с вами согласен, но все равно я вам уже ответил здесь. Так. Конкурс, так, по логотипу вы спрашиваете. По логотипу Дмитрий Александрович говорил, что еще окончательно решение не принято. Но это был не совсем конкурс, да, просто принимались предложения от участников. То есть не то, что чей-то логотип выиграет прямо обязательно. Так, Павел, распланируйте, пожалуйста, все задачи по этапам и опубликуйте их. Тогда не будет лишних вопросов о переходах. А так, создается впечатление, что вы с потолкаете переходы этапов списываете. Последний переход планирует 24 февраля, хотя эти задачи уже выполнены. Вадим, да, задачи выполнены, но еще несколько задач нам выполнить нужно в течение января, начале февраля. Что касается задач вообще в целом, то есть план реализации проекта, вы можете с ним ознакомиться. Так. После закрытия финансирования, что будет с офисами, сотрудниками Solar Group? На ком будут расходы? Андрей, ну, Дмитрий Александрович тоже уже на это отвечал как-то, на такой вопрос. Понимаете, когда все это зафункционирует, кто-то все равно должен будет заниматься дивидендной работой, кто-то должен будет расплачиваться с инвесторами. То есть работы еще будет достаточно много. То есть это не значит, что работа завершена и мы расходимся. Вот, поэтому... Так. Верно ли, что 40% всех средств уходит не в проект, а на поддержание сети MLM? Почему выбран именно такой подход, а не нормальный краудфандинг, когда люди сразу становятся акционерами конкретной компании, а не офшорную инвенуату? Ну, про офшор я уже сказал, то, что, соответственно, законодательства в России нет. Да, еще раз. Если вы посмотрите все российские платформы, они также зарегистрированы за рубежом. Как вы сказали, нормальный краудфандинг, да? Вот, соответственно, дальше, значит, почему был MLM выбран, да, а не, как вы сказали, нормальный краудфандинг? Смотрите, почему MLM? Дело в том, что, когда ты привлекаешь инвестиции, ты должен об этом сказать большому количеству людей. Ну, невозможно не прорекламировать себя для того, чтобы не собрать необходимое количество инвестиций. Вы никогда не продадите ни один самый великолепный товар, если вы его не прорекламировали, если об этом товаре никто не знает. Вам для справки, мы, когда вот занимались нашей краудфандинговой, краудинвестинговой платформой, да, мы общались с большим количеством владельцев, да, других краудфандинговых платформ. Планета.ру, Boomstarter, вот в России, которая знаменитая, да, там, Star Trek, вот, и мы когда собирались, по-моему, большая конференция была по краудфандингу, соответственно, там была интересная статистика. Все эти платформы подсчитали и выдали такие цифры, что для того, чтобы привлечь какое-то количество инвестиций или денег, там, на свой проект, вам нужно минимум 20% этих денег потратить на рекламу. Другими словами, для того, чтобы вам привлечь, не знаю, миллион рублей, вам нужно изначально у себя иметь 200 тысяч рублей, для того, чтобы прорекламироваться и чтобы собрать необходимый миллион. Ну, понимаете, потому что если вы просто разместите информацию себе, никто про вас не узнает. Вот, соответственно, и мы именно по этой же причине на своей платформе пошли другим путем. Мы сделали партнерскую программу, которая также забирала эти проценты. Соответственно, для компании, которая привлекала инвестиции на нашей платформе, понимаете, она что так бы отдала 20%, что теперь она давала те же 20% только на партнерскую программу. Абсолютно то же самое в итоговом варианте. Но есть одно но. Компания в деньги вперед не вкладывает. Она платит за рекламу постфактум. Понимаете? И мы увидели, что эта система работает. Именно поэтому мы использовали ее именно здесь. То есть мы тратим деньги на рекламу через партнерскую программу по факту того, когда инвестиции уже пришли. То есть мы не отдаем деньги вперед, мы не рискуем провалом, например, нашей рекламы. Мы платим деньги тогда, когда мы точно уже знаем, что нам пришли инвестиции. Понимаете? Это работает. Вопрос о том, почему мы делаем так. Ну, потому что это работает. Вот, знаете, почему машина четыре колеса? Ну, потому что так она лучше всего ездит, понимаете? Именно по этой причине. Вот. И то, что это работает, это уже факт состоявшийся. Понимаете? Если бы мы предположили, что, значит, не будем делать партнерскую программу, да, будем делать, привлекать инвестиции только за счет собственной рекламы из своих денег, нам бы все равно приходилось брать деньги, да, и отдавать их на рекламу. Так какая разница? С другой стороны, разница-то есть, да, в том смысле, что мы не рискуем, когда платим партнерскую программу, потому что мы платим за фактически пришедшие деньги. Вот, а так бы для того, чтобы привлечь 40 миллионов долларов, нам нужно было бы сколько там, где-то 8, да, 8 миллионов долларов нам нужно было иметь изначально, чтобы прорекламироваться, понимаете? И тогда бы мы собрали 40 миллионов долларов. Откуда у нас 8 миллионов долларов было бы в самом начале? Поэтому мы лучше эти 8 миллионов долларов, условно говоря, заплатим партнерам, понимаете, которые привлекут инвестиции. Вот поэтому есть партнерская программа. Так, специально к ним обращайтесь, просто быстрее можно было бы все запустить, имея больше сумм денег. Ну, про крупные инвесторы я уже ответил. Почему с темой маркетинг решили работать, ну как раз я прям про это и рассказал. Каких инвесторов вы считаете крупными? Есть ли хотя бы один договор с крупным инвестором? Крупный инвестор у нас по большому счету, да, у нас считается больше 50 тысяч долларов, потому что дальше уже идут индивидуальные условия. То есть дальше уже можно до любой цифры идти. Вопрос в том, что чем больше суммы, тем будет там менее выгодный дисконт, да, потому что, понятно, если человек захочет на 10 миллионов долларов зайти, ну, дисконт там, как сейчас, ему никто не даст, он там зайдет с дисконтом уже 1 к 20. Вот. Так, а какие гарантии, так вот, про MLM, ну, про MLM я уже ответил, да, то есть про партнерскую программу, опять-таки. Нужно было бы иметь очень большое количество денег, чтобы допустить такой проект без партнерской программы. Благодаря партнерской программе проект до иного начался с нуля. Вот, как бы главный аргумент. Так, Павел, если вы собрали все инвестиции, но не достроили Алабышево, что тогда? Продолжаем собирать средства, зачем вы смешиваете? Андрей, если мы не сможем собрать, в таком случае у нас есть крупный инвестор, я об этом уже сказал. Так, Соболмаш будет выпускать акции? Да, после завершения финансирования группа компаний будет преобразована в акционерное общество, и те инвестиционные доли, которые есть у вас сейчас, будут обменены на акции предприятия. Павел, так что из ваших слов, все инвестиционные денежные средства собраны на данный момент освоены вами, и в кассе долларов уже нет, и ждете поступления в очередных этапах. Правильно я вас понял? Ну, Константин, конечно, не совсем так. То есть все те инвестиции, которые пришли сейчас, конечно, они все не потрачены. Потрачена та часть, которая была необходима на реализацию лаборатории, опытного участка, на работу с технологией и так далее. Но я говорю в целом. Я говорю в целом, это ответ для тех, кто считает, что мы сначала соберем 40 миллионов долларов, до этого времени они лежат в банке, и в любой момент по щелчку может все обнулиться. Это как бы ответ для тех, кто думает именно так. Друзья, ну я думаю, что на все вопросы я ответил. Если Никита не ответил, просто прям времени уже много, вопросов сегодня очень много. Я еще на часть вопросов отвечу. Сейчас пока что передам слово Дмитрию Александровичу Дуйнову. Ну и еще раз говорю, после Дмитрия Александровича я еще в эфире появлюсь. Какие вопросы ли будут интересны, я также на них отвечу. Не забывайте делать репосты, если вы смотрите нас в социальных сетях, и ставить лайки. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я настроюсь немножко с камеры. Хочу поздравить всех, всех-всех-всех, участников проекта, их друзей, близких, родных, родственников. С наступившим Новым годом. Пожелать удачи в этом году, наступающим, чтобы он был успешен. Не огорчал никого, чтобы у всех было надежда и ожидания нормальных событий. Не просто ожидания, но и прилагались определенные усилия, достижения цели, задачи, стремлений. И чтобы все мечты сбывались, были достижимы. Чтобы год принес радость. И вы чувствовали, что живете в полной груди, чтобы близкие дети радовали. Вы, правители, не огорчали. Вот, ну а теперь немножко поправлю Павла. Дело в том, что он говорил о том, что мы разработали дуумно-мотор-колеса. Нет, мы разработали технические условия на двигателе общепромышленного применения. Это несколько шире задачи. Вот так, на несколько порядков. Это двигатели с 56 по 132 габарит. От двухполюсных, четырех, шести, восьми, десяти, двенадцати полюсных. Это колоссальный шаг гамма машин электрических вращающихся. Сейчас последние штрихи доводим. Вот и... Отлично, ребята, хочу... Сейчас, подождите. Где-то тут пролетелок. Хороший вопрос. Хочу поучаствовать в лохотроне. Вот зря стерли. Ребят, хороший вопрос насчет лохотрона. На милости просим. Найдите лохотрон и в нем участвуйте. Собственно говоря. Да. Это намного шире. Задача, вот и мотором. Но в то же время мы... Зря удаляли это. Мы просто переехали к разработке технических условий для мотор-корроз. Это задача более частная. Также Павел, наверное, забыл или опустил этот момент. Дело в том, что актуализированную заявку о Лапоши мы правительство Москвы передали еще в том году, в конце года. Мы успели так и передать. Вот и она сейчас на рассмотрении. Значит, сейчас мы поразванивались, но там еще идут движения. Там же шнур. Отгуляли люди, так же, как и мы, все отдыхали. Выйдя на работу, много задач стоит. Но есть надежда, что, надеемся, что договор, работа над договором с этим согласованием пройдет в течение двух недель. Поэтому где-то к началу февраля, надеемся, договор подпишем. И вот Павел говорил, что нам выделили землю. Нет, вопрос не только в земле. Речь идет о статусе резидента особой экономической зоны оборудования. Это комплексная вещь. Комплексные мероприятия. Это как выделение земли под застройку, так и предоставление льгот. Там много-много чего. Это не просто земля. Это приобретение статуса резидента особой экономической зоны со всеми вытекающими последствиями для проекта. Значит, что можно сказать? Заявка, сам объем заявки, ну, где-то порядка 300 страниц. 300 страниц, цифр, график, таблиц. Причем, в основном, это имеет отношение к финансам, срокам и так далее. Это экономический расчет, это показатели расчетные и так далее, и так далее, и так далее. Это достаточно большой труд. И сделать его просто так на фантазиях практически невозможно. Такие документы делаются только на основе реальных вещей. А то, что там говорят логотроны, ну, попробуйте сделать такой документ. Кроме того, несмотря на то, что договор еще не подписан, мы с начала этого года, тут прошло всего 9 выше, на работу сегодня 10. Но, тем не менее, уже проведены встречи, сегодня была встреча, большое совещание с подрядчиком, с генеральным подрядчиком, было сформировано дирекцией капитального строительства. Также было проведено первичное обсуждение всех вопросов, связанных с подготовкой и заключением договора с генподрядчиком на выполнение проектных, архитектурно-проектных работ и точно так же на строительство комплексов, административно-производственных комплексов для проекта СОЛОМАШ. Договор будет подготовлен в течение этих же двух недель. Работа предстоит колоссальнейшая, и проект договора будет подписан в тот же час, в тот же день, когда будет подписан договор о статусе резиденции ОЛОМАШ. Ни день, ни час никто задерживать не будет. Также принято решение по формированию взаимоотношений с таможнью на растаможку для получения материала для строительства и оборудования в рамках особой экономической зоны ОЛОМАШ. Потому что там своя таможенная территория и свой таможенный терминал. Нет, здание не будет в форме, кажется. Но, тем не менее, мы поставили задачу, обсуждали вопрос, попросили, чтобы административная часть здания, оно не было серым. И, естественно, облицовка была выполнена с ученым спецификой решаемых задач в рамках проекта. Поэтому, какие будут предложения, посмотрим. Но надеемся, что оно не будет безликим производственным зданием, как в эпохе раннего или среднего хрущева. Ну, приблизительно так. Теперь вопрос о том, как вот носиться, там вот делаете, там вот признаки, а вот делается там мануата, вот там делается там оффшора. А это вот признак того, что вот там какая-то схема. Ну, таким оппонентам хочется ответить. А вы вот деньги носите на личном? А это признак того, что вы хотите наркоту купить. Ведь наркотики по обеззнану не продают. Зачем вы с наличиями ходите в кармане? А? Или в оружие покупать хотите? Или что? Есть намек, есть явные признаки того, что вы занимаетесь наркобизнесом. И попробуйте от этого отключиться. Теперь докажите, что это не так. Вот так. Потому что даже здесь, понимаете, можно придумать все, что угодно, как угодно, наговорить все, что хотите. И что там, фантазии могут быть любые. Но факт остается фактом. СОВУМАШ – это российская компания, зарегистрирована в Зеленограде, в Москве, в налоговой. Налоги платит, выплачивает, отчетность издает. Сейчас будем готовить годовую отчетность. Она в марте сдается. Как и у всех других, в обществе ограниченная ответственность. Все эти работы будут выполнены, цифры будут показаны. А то, что схемы и механизмы привлечения инвестиций такие замысловатые, ну, то не наша вина. Потому что сами видите, что происходит. И, я думаю, ясно и понятно, что если решать любую задачу в лоб, получишь полную. И больно. Очень больно. Ну, Геннадий живет в Белгороде и не вносит наличку вообще, только карты. Значит, подозрение в скупке краденого с вас снимается. Шутка, конечно. Но, тем не менее, в каждой шутке есть горы шутки. А так подозрения могут быть. Подозрения в свободу могут быть. Поэтому, ну, это все, да, отвлечение от основного, но, тем не менее. Пронесло. А, вас еще и пронесло, Геннадий. Так а что же вы тогда съели? Ну, наверное, что-то недоброе. Потому что пронести можно в русском языке понимать по-разному. Точно так же, как в современном мире выражение «встаю с петухами» может восприниматься именно в смысле. Извините за юмор такой, автологию, но, тем не менее. Тем не менее. Поэтому все это лирика. Вот. Но двигаться мы двигаемся. Хотелось бы отметить еще одну вещь, когда говорили о сроках, этапах и прочем. Смотрите, мы ставили план три года. План такой достаточно оптимистичный. Но вот даже при утверждении нас в качестве потенциальных резидентов Алавышева, нас потребовали актуализировать графики работ и сделать коррекцию финансовых документов в связи с изменившимися законодательствами налоговыми, в частности. При этом мы четко понимаем, что в этом графике мы отстали на 9 месяцев. И вот теперь стоит вопрос. Три года или три года девять месяцев? Вроде бы как три года девять месяцев. Но в то же время мы постараемся максимально сократить этот разрых. Но уже ясно и понятно, что на строительство уйдет 20 месяцев. У нас он остается полтора года, это 18 месяцев. Если вот прямо сейчас начать. Ну а это будет нереально, потому что еще проект на работе и начало строительства возможно только с наступлением стабильной, хорошей погоды, без осадков. Вот и выкладки, да? Почему сейчас седьмой этап, а не десятый? Потому что реально, реально, вот мы находимся действительно на седьмом этапе. Где-то мы что-то опережаем, где-то мы что-то отстаем. Но тем не менее, тем не менее. И это реально. Это не вот так умозрительные вещи какие-то. А это реальные цифры, реальные показатели. И вот говорят, что если соберем деньги, а вот остановиться и дальше ничего не делаем. Ну хорошо, можно остановиться. А можно развивать вторую очередь. Потому что мы всегда говорили о том, что есть программа минимум, программа оптимум и программа максимум, которая позволяет нам оперативно маневрировать и оперативно корректировать планы в зависимости от целого ряда факторов, в том числе и от привлеченных сумм инвестиций. И скорость их освоения. Поэтому тут вопрос такой. И если кто-то полагает, что вот как написал на бумаге, так оно и получится, так не получится, так не будет. Жизнь несет свои коррективы. Это надо понимать. Поэтому всегда должны быть варианты разные. Какие-то варианты, о них говорить, ну, наверное, можно в общем, но критику раскрывать тоже нельзя. Потому что вот у нас было многократно такое. А покажите вот всю технологическую цепочку. А вот какое оборудование вы будете покупать и так далее. Да, информация интересная, да, в силу ряда причин. Ее запрашивают, спрашивают. Но каждый же прекрасно понимает, что разработанные технологии, технологические процессы, технологическое оборудование, цепочки технологические, это и есть вещь такая в себе. Она денег стоит, как я говорю. Кот Матроскин. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, почему вам не мешают те, кто не заинтересован в таких разработках, например, мировые нефтебороны. Ну, Андрей, извините, я отвлекусь, да я вот что могу сказать. А как не мешают? Ну, да, мешают. Но, понимаете, как на это посмотреть? Ведь помеха, она может пойти во благо некоторых вещей. Вот, в частности, одно из действий со стороны, ну, скажем так, недоброжелателей проекта, вынудило меня заняться вопросами, которые были отложены на потом. И, в принципе, это привело к тому, что я снял один из моментов уязвимости. Вопрос по уязвимости, да? Куда могли ударить? Да, как бы с этим вопросом позже разобрался. Но я вынужден был разобраться раньше. Да, это потребовало время, отвлечения, увеличило нагрузку, но, тем не менее, этот вопрос был решен. И поэтому оппоненты хотели подгадить, а на самом деле сподвигать. Поэтому, понимаете, вот к этим вещам как относиться? Как относиться, да? Тут неоднозначное. И это первое. Второе. Многие пытаются провоцировать всевозможные вещи, ненужные, конфликты затянуть, втянуть. Не надо в них втягиваться, не надо в них ввязываться. Нужно стараться задавить в себе эмоции, потому что в проекте эмоции, они ни к чему, они только мешают. И не отвлекаться – это главная цель. Если будешь отвлекаться на выяснение отношений, доказываний и так далее, то ты потеряешь саму цель, у тебя произойдет подмена, и ты отвлечешься и уйдешь куда-нибудь в сторону. Многие к этому и приходят. Плюс ко всему, зачастую возникают конфликтные ситуации. И некоторым людям амбиции, либо, собственно, Айген мешает решить эту конфликтную ситуацию. Не надо всегда все ломать под себя. Надо уметь ее услышать и противную сторону, и где-то отступиться для того, чтобы потом уже по итогу разобрать ситуацию. Хорошо, допустим, если есть некоторые принципиальные вопросы, которые могут привести к фатальным результатам, да, надо предостеречь. Но если есть инвариантность, и один из вариантов, который выбран не тобой, но приведет к меньшему результату, ну пусть идет человек. Надо предупредить, сказать, что вот может быть развитие такое-такое событие, но смотри, принимай решение. И когда пройдет, уже проанализируй, чему пришли. И когда ты таким образом начинаешь слушать людей, которые рядом, они в конце концов начинают слышать тебя. Вот и все. Поэтому избегать не удается. Но в то же время, есть еще ряд моментов, которые влияют на все это дело. Ведь не надо стараться порождать противника. Наоборот, надо стараться порождать партнера. И вот сейчас, допустим, сложилась такая ситуация, что есть ряд моментов, когда были попытки нарушить наши авторские интересы. Все эти нюансы, все эти ситуации мы рассматривали. И малозначительно мы не трогали. Потому что в них можно там залезть, залезть с юристами и потратить много сил и средств, а итог будет никакой. Просто мы посмотрели, что вот те, которые там предпринимают попытки нарушить, в конечном счете попадут в такую ситуацию. Либо они прекратят это дело. Ну а если разовьются, ну тогда можно будет с ними поговорить более серьезно. И дать им подняться, встать на ноги. И потом наладить взаимодействие. А когда на взлете, ну что там бить. Поросеночка тоже, ну что, розовенький, хороший, можно его там навертил, да, и все. А можно копачек отраслить. А потом уже подумать. Так что где-то приблизительно так. Поэтому всегда надо стараться не развивать конфликт, а находить его решение. Плюс ко всему многие наши противники, когда они пытаются дискредитировать проект, сами того не понимают, делают там рекламу. ведь многие артисты, медийные фигуры, они готовы пойти на все, что угодно для того, чтобы создать рекламный прецедент. они пештаны себе снимают, пляшет. А тут получается, что нам бесплатно делают рекламу. сами пытаются раскрутить там свои ресурсы, они сами этого не понимают делать на рекламу. это хорошо. Владимир спрашивает урала ректора, простите, если попросят прощения. Владимир, да не надо ни прощения ничего. Вопрос в том, что либо они впишутся в новые экономические реалии, ну, либо прекратят существование. но я не хочу быть инициатором этого процесса по одной простой причине. Дело в том, что в Медногорске два предприятия, железная дорога крупных и урала ректора. И людям надо работать, зарабатывать и кормить силы. И наши амбиции ничто по сравнению с благополучием тех семей. Надо понимать правильно. Не надо крушить вокруг себя, ради только одного себя. Лучше найти нормальное решение, которое бы удовлетворило все стороны. Придет время, встретимся, общаемся. Всему свое время. Не надо торопиться, потому что, ну, вообще-то все это будет видно с расстояния времени. То, что мы сейчас с вами делаем. Это сейчас нам кажется, что это важно, а потом окажется, что это не важно, а важно было совершенно другое. И так далее. Поэтому большое видеться с расстояния. И оценка правильности будет тех либо других поступков. она будет потом. Сейчас самое главное, не навредить. Развиваясь, не навредить. Потому что можно жестокий капитализм устроить, да и так далее. Но надо понимать, что всякое действие порождает противодействие. Вот пример. Пенсионную реформу накрутили, навертили. Да, там 65 лет. Ну, хоть даже в 90. И вот там правительство сказало, невозможно будет уволить. Мы его вот гарантируем. Никто никого не уволит. Ага. Сейчас. Ясно. Все это ерунда. Почему? Потому что сейчас уже нашли противоядие. Очень простые. Работодатели сейчас выводят сотрудников в самозанятые. И это уже возникает договор не между нанимателем, работодателем, работником, а между двумя хозяйствующими субъектами, да? Ясно. Понятно? И вот заключается договор хозяйств. И уже там 75, 95, 105, 125, 350 либо 60 лет никому никакой роли не играет. Захотел прервал, захотел. Где экзота? Нет экзота. Где ограничения по возрасту? Нет ограничений по возрасту. И что далее? Вот и весь вопрос. Так что, как говорится на одну вещь, с винтом найдется что-то с заковулками. Не надо стараться быть мудрее других. Потому что людей много, умных, грамотных, найдут против них. Поэтому надо стараться строить взаимоотношения и бизнес таким образом, чтобы он не вредил, а наоборот приносил пользу. Поэтому проект направлен на что? На создание бизнеса, который бы приводил к экономии ресурсов и зарабатывать именно на экономике. Чтобы и заказчику, и потребителям всем было интересно и выгодно. Вот этим и привлекателен этот проект. В этом его уникальность. Потому что, допустим, делайте смартфон, удовлетворяйте нужные потребности. Но на производство смартфона нужны ресурсы. Чем больше ресурсов, тем больше их будут произведены. А здесь, получается, старые двигатели забрали на 10 кВт и пустили двигатели на 12-13 кВт. Это получается, что используя старые, не разрабатывая новые ресурсы. При этом, чем больше кВт эти двигатели будут потреблять, тем больше будет выполняться работа и тем меньше в итоге будет генерироваться электричество. Вот такая зависимость. Потому что они работают эффективно. Поэтому, чем больше двигателей будет сделано, тем меньше будет генерация электрической энергии. Тем больше ресурсов будет по развитию производства. Потому что, если будет свободная электроэнергия, можно развивать другие производства. Сказочный проект. Развить такой очень смешно. Почему не развивать? Усила обстоятельств определенных привычек. Но время свое берет. Информация работает. Все больше и больше людей осознают. Специалистов тоже. Все больше испытаний проводится. Реальные цифры выдаются. И так далее. И проект все более и более продвигается в плане реализации. Практически. Вот такие вот пирожки у нас с вами. Сейчас, извините, отвечу. И есть, извините. И, извините. Поэтому, значит, сейчас у нас ближайшая из ближайших задач. То есть, это заключение договора по лапуши. и заключением договора с генподрядчиком. Это та задача, которая должна быть решена в январе месяце. Кроме того, должны быть уточнены многие вопросы, связанные с разработкой проектной документации. Эта задача я думаю, что надеюсь, что мы ее выполним. Хотя по планам это должно было быть в конце февраля, но нам надо поджиматься. Поэтому, надеюсь, я ответил на эти вопросы, почему такая ситуация с этапами, о которой говорил Павел, немножко скорректировал его ответы. Ну, немного развилка не будет, скажем так. А теперь, если позволите, сегодня день был тяжелый, очень насыщенный переговорным процессом. Я перейду к вопросам и постараюсь ответить. В Голову же есть запас по электромощности? Да. Нам хватит? Да. Хватит. Какая будет антиророчная потребляемая мощность в киловаттах? 6,5 мегаватт, это по проекту. Закончили с сравнительным тестированием Билдиси и Колобка. Если нет, то когда приблизительно можно ожидать результаты? Владимир, тестирование проводится, есть там разные варианты колобков. Но сейчас основные тесты сосредоточены на 318 колобке. Различные исполнения имеются двух габаритах. Вот когда данные будут уже окончательно уточнены, ну тогда они будут опубликованы. Сейчас набирается база, потому что эти данные получаем мы не с одного колобка, а с нескольких, и со старых модификаций, и с новых. Поэтому испытания подвергаются не один двигатель. Мы набираем статистику, потому что один двигатель как он. Один так получился, другой так. Надо выявить в разных исполнениях, разных изготовлений, и тогда уже получить данные, которые уже учитывают отклонения параметров, в связи с технологией и так далее. Ну я надеюсь, что в феврале мы эти данные уже публикуем. На чем будете зарабатывать, если не будет заказов или мало будет заказов на разработку двигателя? Отлавливать будем мы на органы сдавать. Ну как начнем, Сергей, смотрите. Мы уже говорили о том, что есть программа минимум и программа максимум. И мы не зря говорили о том, что производственная база будет иметь возможность выпускать серийные двигатели. Но это не значит, что оно будет необходимо. И если бы у нас не было заказчиков потенциальных, ну вряд ли бы кто связывался с этим делом. Поэтому мы же прекрасно понимаем, что время разбрасывать камни, а потом придет время собирать камни. Это все четко понимают. А вот что и как будет делаться, если что, конкретно, что будет делаться, это, извините, умалчиваем пока что. Потому что мы, да, мероприятие разработали, да, понимаем, что надо делать и как делать. Но озвучивать это сейчас никто не станет. Я надеюсь, вы понимаете, по каким причинам. Почему нет до сих пор больших заказов, Александр? А почему вы думаете, что их нет? Александр, ну а как вы себе представляете? Ну вот пришел большой заказ на разработку, да? А как его делать? В гараже, да, сейчас на пильниках. Материально-техническая база создана, чтобы принять большой заказ. Если вы полагаете, что то, что сделано, это позволяет их, зачем тогда было бы деньги собирать, если бы все это можно было делать? Ну, сами подумайте. Или взять, подписаться под выполнение заказа, указать графики точно, когда что будет сделано, когда какие этапы будут, да, когда еще не создали материально-технические базы. И есть весьма большая вероятность, что где-то кто-то подведет. А мы уже все подпишемся. И что тогда делать? Ну, вы знаете, это безответственный шаг. Полностью безответственный. Евгений Фоминных, почему доля, а не акции? Потому что на этом этапе пока что доля. Потому что нет акционерного общества еще. Потому что вот, когда идут динамические процессы, управление, нужно принимать быстрое решение. А теперь представьте, мы сделали акционерного общества. Учредили, всех проводили, все. Нужно принять какое-то оперативное решение. Мы должны акционерам разослать заказными письмами за месяц, с уведомлением обучения, о месте и времени проведения собрания акционеров, выработать повестку и так далее. Будем ждать месяц. Потом собрались. Потом утвердили протоколы и так далее, и так далее, и так далее. А нам надо сегодня это решить вопрос. Мы что, идиоты? Устраиваем такую вакханалью. Вы сами себе представляете, как управлять на таком этапе, да? Ну почему вы это самое, ну вот представьте, у вас мальчик родился, да? А вы ему штангу сразу купили, КамАЗа. Так, он у меня будет шофер-рюга, он у меня будет там на КамАЗах или на Беллазах возить. А вот тебе гаечник, ключ там на 32. А вот тебе кувалочка понедельничек на 24 килограмма, будешь это там забивать. Это никто не делает. Все растет. Поэтому, смотрите, что получается. Акционерное общество у нас постсоветское. Был завод, выстроил в советское время заводы. Потом пришли хозяева новых, хапанули акционерное общество. И вот эффективное управление. А этот завод, как он рос, как он становился, из чего, когда в поле приехали первые. Полышек забили, документацию проектировали, делали. Это как? Когда вот так же строит дирекция строящегося завода, в вагончиках жила, да? По гостиницам шлялись там, кипятильничками или лезвиями там все чаек кипятили. Этот этап, что он не был, был. Забыли про это или не знали про это, да? Вы знаете, как заводы создавались, строились, да? В палатках, в вагончиках люди жили. И с этого начинается все. И сразу ни одно акционерное общество не создавалось. Или вы думаете, мы сейчас живем в 21 веке развитом капитализме? Да фиг там. Только айфоны появились, да? И еще что-то там остальное. Все то же самое. И сразу же акции. Нет, так не бывает. Это если, конечно, с возможностями Чубайса, когда за вами вас назначили миллиардером, у вас миллиарды, вы там пригнали, коттеджи построили, все это сделали, назвали акционерным обществом, загнали там основной фонд миллиарды, и тогда, ну, пожалуйста. Когда есть акционерное общество, вы собираетесь с основных акционеров только по важным делам. Конечно, по важным делам. Утвердить скорректированную заявку по особой экономической зоне, это не важное дело. Почитайте уставы, и какие вопросы решаются там, и так далее. И как без совета директоров обойтись? Понимаете? Вот предполагать, говорить там, еще что-то, это одно. А знать это другое. Вот, извините, Александр, но я бы хотел задать вам встречный вопрос. У вас есть опыт управления акционерным обществом? Есть или нет? Да или нет? У меня есть. И не одним. Понимаете? Ессайном, извините, не Александром Ессайном. Так что это аргумент. Ессайном, у вас есть опыт управления акционерным обществом? Еще раз задаю вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, здесь, в чате. Нету. Вы были председателем наблюдательного совета акционерного общества? Председателем совета директоров вы были? Не были. А я был. Всего показать. И устав по моему усмотрению. Извините меня, есть требование. Вы сходите к нотариусу. Вы могли составить устав по вашему усмотрению. Люди бы уже могли иметь реальные акции, без афшора и прочего. Ессайном, уважаемый вы мой. Вы налоговое законодательство хорошо знаете? Все деньги, которые бы зашли, с ней бы взяли налог на прибыль и НДС. Вначале НДС сняли, а потом налог на прибыль бы сняли. И до свидания. Это бы отдали бы денежки в бюджет. Сразу же. Вы к этому призываете? Вы к этому призываете? Вы пишите, у вас есть опыт управления. Назовите, каким акционерам. Общество вы управляли. Вы были председательность директоров, да? Знаете, все это красивые слова. Пока дело не доходит до практики. Дойдете до практики, тогда да. Поэтому давайте. Желаемое задействительное. Не будем выдавать. Можно было описать конкретные ситуации, когда надо соблюдать совет, а когда нет. И сядем, сходите к Натальюсу. Он вам расскажет и объясняет. Плюс ко всему, когда у вас в совете директоров люди находятся, у кого-то она начинает потом шкалить по каким-то причинам. Либо просто-напросто на него заходят, на этого человека. Надавили на него в силу обстоятельств, потому что у каждого человека есть точка уязвимости. И что будет? И он сделает совершенно другое. Вы знаете, как люди ломают через колено? И они делают не то, что они хотят, а то, что от них требуют. Это когда у вас 5-6 человек, то ли совет директоров, и троих обломают. Вот вы посмотрите тогда, что будет в итоге. И как вы потеряете акционерное общество, и все остальное прочее. Поэтому не надо придумывать. Если вы хотите сейчас спровоцировать и вывести на это, то я единственное скажу, что вот такие предложения, они направлены на то, чтобы положить проект. Это точно так же, как нам предлагали. Уставной капитал внести интеллектуальную собственность. Я говорю, ага, сейчас. Потому что если будет на есть, я интеллектуальную собственность могу вывести. Куда-то оперативно и потом опять завести. То если я введу их в уставной капитал, то никуда их вывести будет невозможно. И отъем юридического лица вместе с интеллектуальной собственностью Сталином очень такой интересной и вкусной задачей. Соответственно, я создам точку уязвимости для проекта, и появится много желающих для того, чтобы перехватить проект. Завалить, и тогда вы будете иметь дело не со мной, а с теми, кто захватит. А их задача захватить, а потом продать. И получить себе наварку. Потому что если они затеют процесс сутяжничества, они потратят одну сумму, а потом сделают подъем. Ну, где-то так 20-30 раз, как минимум, как практика показывает. Вы к этому призываете? Уважаемые. Здесь не дети. И не такие простачки, которые бы вот на такую маленькую мякину могли попасть. Да, есть более сложные схемы, более умные, потому что жизнь идет, ничего на месте не остается, изменяется. И появляются новые способы. А так, в том числе с использованием компьютерных технологий и так далее, и так далее. Да, их изучаем, ищем, видим, смотрим тенденции, смотрим, как на это реагировать. Новые вызовы появляются. Вот и без этого хватает проблем. А брать еще заведомо себе увеличивать количество этих проблем. Ну, зачем это надо? Придет время, проект станет, заработает. Когда были сформированы команды. Да, Бога ради, уступили все эти доли, как и договаривались. Да и баба с воздуха были легче, жизнь проще станет. И все, всего лишь на все. Потому что, когда уже вывел стабильное, не надо постоянно, там, следить отдых, руку на курсе держать. Когда уже процесс идет, когда уже люди взаимосвязаны, работают, отлаженный механизм. Пожалуйста. Никаких проблем. Так что, не сайдем. Всему свое время. Игорь, да не берут с уставника аналогии. Да какой уставняк? Блин, когда ты покупаешь оборудование за инвестиционные деньги, какой уставняк, у тебя деньги заходят. Сейчас пришли деньги, аккумулируются для того, чтобы проплатить проектные работы. И что, деньги зашли на расчетный счет, отчетный период. Ты сконцентрировал, прошел квартал, заплати. Ты о чем, уважаемые люди, о чем думать надо? Понимаете, вот предполагать, вот такие глупые вещи, в уставной фонд носить эти деньги. Ну, это как? Вы будете постоянно переписывать устав, вы создали предприятие, заходят инвестиционные деньги, побежал к Наталью Суперяфору. Уважаемые, ну что за глупость? Нет, ребят, давайте ближе к теме. Извините, конечно, за такое лирическое отступление, но тем не менее, это надо понимать. Уставной капитал, вы объясните мне, смысл уставного капитала большой. Вот когда мы создали базу производственную и так далее, уже вот и развернули проект, да ради бога, внесли это все в основной капитал и дело с концами. И дело с концами, при организации из ООО впало. Да какие вопросы? Пожалуйста, назначили совет директоров, пожалуйста, выбрали там президента, пожалуйста, занимайтесь. Но сейчас идет процесс созидания. Вот это дело в том, что дирекцию строящейся компании, вот это, знаете, создали только сегодня. Обозначили. Кто, что, как. И потом, уважаемые, в процессе формирования с нуля, они не такие простые и не такие однозначные, как кажется. И поэтому давайте мы все-таки будем реалистами и будем понимать, что для того, чтобы что-то сделать, надо либо опыт хороший, да, либо сумасшедшие визиты. Но я не видел ни одного человека, который бы захотел лечь под нож хирурга, который ни одного бы вскрытия не сделал. Я не думаю, что кто-то на это согласился. Так и здесь, когда создаются такие проекты, нельзя действовать вот так. А давайте вот попробуем так, да? Нет. Любое действие, которое сейчас предпринимается в проекте, вот с нашей стороны, с технической службы, оно взвешено. И, поверьте, решение принимается не так вот, а давайте мы вот сделаем, может быть, что-то. Каждое решение аргументировано, почему надо сделать так, а не иначе. И лица, которые ответственны за это, обсуждают эти вопросы, да? Это не один человек. И всегда вырабатывается, объясняется, почему делается это так, а не вот так. Если решение принято, оно уже тогда реализуется. Поэтому можно, можно, да, будет провести специальный вебинар, на котором рассмотреть все эти вопросы строительства с нуля бизнеса. Но это уже отдельная задача, и я думаю, это не в этом вебинаре. Я могу рассказать очень много, поделиться опытом. Если это интересно, если это кому-то поможет создать свой бизнес, с удовольствием поделюсь, расскажу на практических примерах. Мне приходилось читать в промышленной академии занятия, там, руководителя предприятия. И я всегда начал с того, что давайте конкретно, заговорить я не буду, давайте конкретно. Мы берем предприятие, вы ее называете проблему, а мы с вами разбираем. И вот мы брали, разбирали ситуацию, проблемную ситуацию для конкретных предприятий. Так там сбегали с других курсов, приходили послушать, и вот шло живое обсуждение. Там не то, что занятия шли, сидели вот так вот, а там все же вот с идеями, с предложениями, со всеми остальными, да, там просто аудитория решала. И в результате такой работы вырабатывались приемы, тактика, стратегия решения проблемных вопросов. Потому что когда разложишь, что от чего, почему, как происходит, да, а потом ищется путь его решения. И все, все нормально. Поэтому если надо, давайте пишите, можем организовать, будете задавать вопросы, я буду отвечать. И расскажу, что, почему, как, с конкретными примерами. Но это уже выходит за рамки проекта и той задачи, которую мы с вами сегодня решили. Нет, Сергей, более 600 миллионов вообще не собрали. Но я точно сумму не знаю, но 600 тысячи нет. А почему почти не привлекаете крупных инвесторов? Екатерина, да можно будет привлечь, есть, приезжают, вот завтра индусы приезжают. Но, понимаете, стратегия выработана, тактика выработана, озвучена, принято решение. Если что-то произойдет, так, из ряда вон, выходящее, по привлечению инвестирования и так далее, да, можем уступить долю. Но пока необходимости такую нет. Ну, уже Павел говорил, что да, есть гарантии, есть договоры подписаны, что в случае недофинансирования, да, готовы. За долю там, соответственно, дофинансируют. Все эти документы есть, бумаги есть. Иначе бы Московская правительство Москвы никогда бы не одобрила наш правительство. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому есть. Ну, подписывать и делиться не спешим. Вы поняли вопрос, если вы собрали инвестиции, но не достроили Алабаши, то какой будет это там? Ну, если собрали инвестиции, то Алабаши достроим. Потому что все планы, которые прописаны, они реальны. А если вы говорите, что недостроили, ну, я же говорю, тогда уступаем крупному инвестору долю для дофинансирования. Поэтому это решаемо. Значит, по видео отзыву, это не ко мне. Дмитрий Александрович, если финансирование собрано, а Алабаша не готова, то какой будет этап? Зачем связывать финансирование и реализацию? Чем дольше тянут этапы, тем больше эмиссия долей. Андрей, ну, там не совсем-то так. Но и дело в том, что я уже говорил, что там есть и вторая очередь. Она запроектирована, запланирована. И в случае, если будет на то воля инвестором, ну, может, будет и второй там. Но это не скажет, что нельзя будет сказать, что это размой доли. Нет, это наоборот повысит стоимость всего проекта. Потому что когда помимо инженерной компании будет еще и возможность серийного производства, наиболее рентабельных электрических машин, ну, наверное, это более вкусно. Это повышает, я думаю, интерес к акциям такого проекта. Скажите, как будут обмениваться доли на акции один к одному или как? Спасибо, Андрей Дэх. Смотрите, ну, решение будет принято. Ну, допустим, практика была при приватизации все время, что один работник или один пакет инвестиционный было бы там 2 тысячи, 20 тысяч долей и так далее. Ну, оно не оправдало себя. Поэтому, в принципе, по капитализации надо будет смотреть, потому что вот тут вопрос очень интересный. Очень интересный. И ведь там же есть еще вопросы, какого плана. Даже не важно, в какой доле будут обмениваться, будет важно, как они будут котироваться потом на рынке. И будет ли необходимость делать эмиссию, еще дополнительно. Если, ну, вот представьте такую ситуацию, да, но компания, ну, намеченные планы выполняет и из-за них более не выходит. Или же наоборот, компания дает хороший рост, появляются дополнительные заказы и для расширенного воспроизводства, для увеличения возможности принять заказы на проектирование нужно увеличивать мощность. До оборудоваться. Либо появилось новое технологическое оборудование. Тут два варианта. Если взятые заказы прибыли, еще нет, либо еще что-то, надо, допустим, привлечь дополнительный капитал. Делается эмиссия. Поэтому тут уже надо будет, как говорится, цепляться по осени, когда будем подходить уже к этапу, хотя бы коробка будет стоять, и уже будем оборудоваться, да, уже завозить оборудование, монтироваться. И уже тогда надо будет садиться и анализировать, к чему пришли и в каких пропорциях все это делать. Это уже на том этапе. Тогда, я думаю, мы обсудим, и я думаю, тут будет уместно выслушать мнение, предложение тех инвесторов, которые вложили с деньгами, их видение, да. Ну и, соответственно, будем вносить и свое видение. Добрый вечер. Подскажите, какие цели показывает, покрывает Каббей? Ну, до 10 киловатт сейчас проектирование. Есть уже лаборатория, она, как вы говорите, уже самодостаточная. Все необходимые процессы по разработке двигателей и установочек партии. Улетела. Покрывает. Первый плюс, если нет налогов. Еще. Не понял. Ван, 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 один, бэл. Какие цели покрывает Каббей? Проектирование двигателей сейчас, на сегодняшний день, до 10 киловатт. Сейчас заказано оборудование, для снятия оборудования до 100 киловатт. Я не понял ваши вопросы. И в АСЗ нет налогов. Что значит нет налогов? Налоги есть, но они уменьшены, много льгот. Нет платы за землю, да, там, возможность выкупа земли. Таможенный терминал. И много-много другое. Там по мелочам хватает. Виталий Александрович, здравствуйте. Вас устраивает, что 16 миллионов долларов из 40 привлекаемых вами денег уходят не в проект? Ну, я бы не сказал, что 16 миллионов долларов уходят. Это первое. И второе. Что значит меня устраивать? А сколько уходят на аренду? А сколько уходят на выплату заработной платы? Это все в смысле есть. Меня устраивает лишь одно. Соблюдение графика и темпа у тех показателей, которые прописаны в бизнес-плате. И меня не устраивает, когда идут проволочки, задержки в решении вопросов, когда ссылаются графики и сроки. Это как раз и приводит к тому, что нагрузка на инвестиции возрастает. Потому что даже вот те сотрудники, которые занимаются рекламой, привлечением, службой поддержки, они же тоже зарплату получают. Арендуется помещение и так далее. Поэтому, чем быстрее соберутся проволочки инвестиций, тем меньше нагрузка. Итогово, сколько будет 16 миллионов, 10 миллионов. Или сколько, это будет видно потом. Я бы хотел, чтобы она была меньше нагрузки. Это естественно. И вопрос не в том, что в чем, что устраивает. В итоге мы должны выйти на показатели, и каждый человек на вложенные деньги должен получать доход. В виде доведения. И доход, это должен покрыть его затраты и принести прибыль. Вот это меня устраивает. Понимаете? И пишет, при всем уважении, производитель изобретатель, это не тот человек, который может реализовать коммерческую составляющую такого проекта. Константин. А вы знаете, что я бизнесмен? От самого начала. Я создал предприятие, первоочастник, когда не было еще закона о предпринимательстве в СССР. И вот с 86-го, с 87-го года я занимаюсь бизнесом. В сфере инноваций. Я всегда занимался с этих времен бизнесом. брал от идеи до товара, до производства и так далее. Поэтому, если ты не понимаешь бизнеса, то нельзя браться за такие проекты. Ну, типа все. Все очень просто. Либо должен быть сплоченный коллектив, где был чистый функционал. Но коллектив надо сформировать. А для того, чтобы сформировать, ты должен подобрать их. А для того специалиста, для этого ты должен это подобрать. Рук замкнулся. А у нас, к сожалению, учили чисто инженер, чисто коммерсант, чисто это, это, это. Чисто профессия. Ни хрена не соображает это в этом, это в этом. И результат какой? Никакой друг другу мозги получат. Изобретатели, бизнесмены, бизнесмены, изобретатели. Мы так. Вот у нас недавно было обсуждение. Вот и перед Новым годом встречались с потенциальным приобретателем разработки. И главный вопрос, который мы обсуждали. Что же такое товар? Потому что понимание товара, тот, который мы предлагаем, продажа. С нашей точки зрения, если у вас, если у вас продажа. Он полагает, что это как вот пришел в магазин, машину купил, тебе дали ключи, ставил и поехал. И так далее. Поэтому и в этом даже плане в России еще нет культуры. Нет практики. Она не на работу. На Западе, да, за рубежом, да. В России, ну что, максимум трансфер технологии. Чубайс деньги отдал, ему от Таган вытащили, поставили. Леотех, бак привезли, поставили технологию, все сделали. Так, получите под ключ. Отсталую технологию, которая уже навек опоздала. Вот и все. Такая практика есть. Они к этому привыкли, привычены. У меня есть бабки, я отдал, ты мне дай. Чуть. А я другое хотел. А что ты хотел? Сформулируй, пожалуйста. Сформулируйте, пожалуйста, уважаемые. Понимания нет. И вот тут задача очень хорошая. Поэтому сейчас и разрабатываются критерии, что, как, зачем. Поэтому мы говорим, вот есть технические условия. Читаем, двигатели такие-таки, да. Вот есть образцы, такие-таки. Вот есть лаборатория, ты можешь проверить. Хорошо, вот мы прошли. Это тебя устраивает, ты хочешь именно вот это, да. Да, чтобы тебе обеспечить. Теперь, что ты хочешь? Ты хочешь покупать моторы, либо ты их хочешь производить. Если ты хочешь их производить, то в каких объемах? Либо у тебя есть предприятие, и ты хочешь нам поставить технологию, либо еще что-то. И уже там появляются варианты, да, в зависимости от того, кто является покупателем данной разработки. И уже тогда мы группируем, получаем несколько коммерческих предложений. Независимо, то ли это двигатель там для устраиваемого инструмента, устраиваемый для электроинструмента, то ли это общепромышленное, то ли специальное назначение, то ли какое. Но будут уже несколько предложений. И вот это будет товар. Для этого, для этого, для этого. С разными предложениями, да. Ну, как скажем, как автомобиль, с разной фаршировкой, да. С разной комплектацией. Ну, приблизительно вот так. И это тоже колоссальнейшая работа. И вот сейчас эта работа выполняется. Поэтому практика набивается, делается это. И поэтому получается, что мы помимо того, что делаем проект, мы еще и занимаемся в определенной степени формированием культуры подобных продаж. Да, были все время в те рынки, когда челноки приезжали за рубежа, меняли на долг. У меня были знакомы, когда в Польшу они возили Беломор, и там доллар в сигарете. На Беломоре она по доллару продавалась, потому что там наркоманы заряжали. Там у них не было, не было папирос, были сигареты. А это папиросу привозят, гильзованные. Хороший бизнес был. Оттуда вместо Беломора везли сигареты. Филипп Моррис, Марборо и так далее. Было такое же. Это тоже был бизнес. Это было тоже товары. Точно так же везли очень много. И на рынке торговали. Сейчас эти рынки отошли. Сформировалась культура, появились что? Супермаркеты. Мы прошли вот такой вот путь эволюции от торговли. Нижним бельем на рынках, с техническими членоками, до гипермаркет. Ну вот и мы с вами теперь в технической сфере проходим подобный путь. Олег спрашивает. Понять не могу, что без льгот проект не состоятельный. Олег, а вы посчитайте налогообложение. И тогда поймете, что состоятельно можно, когда у вас есть серийное производство, и вы амортизируете уже созданные фонды. Которые создавали не вы, а которые создали деды, отцы, праведы, да? Которые уже отамортизированы, и вы их добиваете, когда вы. Вот тогда да, несостоятельно. Потому что НДС вводится в такой форме, которая существует в Российской Федерации, только для одного. Для стремления неэффективно работающих предприятий. Они погибают, выживают только наиболее продвинутые. И потом, спустя определенное время, но год, полгода, этот ВДФОРМИНДС снимался. И дальше на спекулятивную часть перемещался. А здесь существует 20 с лишним лет. Вы возьмите, сядьте, посчитайте команды. И тогда вы поймете. Если бы у вас были быстрые деньги, вы их опанули, поехали, купили, привезли, продали, ну, не вопрос, пожалуйста. Тут без разницы. Это первое. И второе. А что, не надо биться за каждую копейку для того, чтобы мы могли увеличить доходность на дивиденды? Если не надо, пожалуйста. Будете крохи получать на дивиденды. Оно вам надо. Так понятно? Или вы государству отдадите деньги, или мы поборемся для того, чтобы деньги дать акционерам, участникам, дольщикам. Значит, мы за вас бьемся, вы говорите, падать не могу. Зачем это вам надо? Нормальный подход. Нет, это уже даже не смешно. Понимаете, надо биться за каждую копейку оптимизации налогов. Вот смотрите. Как лучше сделать? Принять деньги 25-го числа, либо первого? Большой платеж. Я бы предпочел первого. Почему? За следующим кварталом. Потому что я их могу не потратить, и тогда я выплачу все налоги. А потом мне их будут перезачертывать, либо будут возвращать их к этой городе. Я без крови, я уменьшу наличие на предприятии, на свободный день, на счет. А разница всего в 5 дней. Я никогда эти деньги принимать не стал. Я дождусь перевалить зачетный период с первого числа, для того, чтобы у меня был оперативный простор. И по времени, и оперативные возможности, эти деньги используют для решения задач. Для того, чтобы более динамичные предприятия развивались. Чтобы были большие финансовые возможности. И мне не без разницы, когда что платить, и когда что хочешь. А если, допустим, я понимаю, что у меня где деньги есть свободные, они аккумулируются для чего-то, то я их не буду держать на расчетном счете. Я их на депозит положу. Почему? Какой-то процентик докапнет. Хоть какая-то копеечка, да прибавится. И так далее, и так далее. Но все это комплексы. И позволяет эффективно действовать и управлять финансами. Поэтому финансы в руках одного человека. Это, как говорится, счастье для другого средства. Для нас это средство. Ну, это все. Весь вопрос. Во всем мире нет льгот, только рыночные отношения. И на основном эти правила идет в процессе эволюции. А тут льготы. Обалдеть. А силиконовая долина? Привет, родители. А дотации сельскому хозяйству в Соединенных Штатах? Привет, родители. Уважаемые, вы что? Весь мир сидит на льготах. Весь мир сидит на дотациях. И везде есть особые зоны. И в Китае есть. И в Штатах есть. Так что, все немножко не так. Я не понимаю вообще, будет доп. и миссия? Не будет. В первую очередь, вторая. Новые какие-то планы. Да, никаких новых планов, Андрей. Еще раз повторяю. Дополнительная миссия может быть только в том случае, когда мы уже план выполнили, создали инженерную компанию. И уже в развитии ее, когда она уже реорганизована в акционерном обществе, тогда может быть дополнительная миссия. Может торговаться на рынке и так далее. Уже другие процессы. И это было посвящено тому, в каких пропорциях будут меняться. Один к одному, либо там в другом соотношении. Доли на акции. Это к этому было отношение. Теперь, что касается второй очереди. Вторая очередь. Мы говорили о том, что в планах предусмотрена программа минимум, программа общем и программа максимум. Когда мы говорили, что если там сфинансирование, что будет неправильно развиваться, или там какие-то будут проблемы, мы уже создали материально-техническую базу, которая позволяет в минимальном объеме уже какие-то работы выполнять и получать прибыль. Если, допустим, скукожиться и дальше развитие не получится. И в то же время задался вопрос, а что если мы соберем больше денег? Я говорю, если соберем больше, они не пропадут, потому что их можно будет инвестировать во вторую очередь. И расширить, увеличить возможности проекта. И вот и все. И это предусмотрено в планах развития. Но у нас мы сейчас идем по основному плану. Но в то же время есть запасные варианты. Потому что только дурак базируется на одном варианте. Только так и никак иначе. Если так не срослось, то дальше сидит у разбитого короткого и говорит, а что делать? Потому что ситуации могут быть разные. И вот когда вы считаете устойчивость проекта, есть точка с окупаемостью рассчитывается, есть устойчивость проекта. Где говорится, а что будет, если у вас вот это подорожает? А что будет, если вы туда не войдете? А что будет, если у вас там мировая революция произойдет? А что будет, если у вас там сменится политическая власть? А что будет? И так далее. Куча вопросов. Что если? На которые вы должны дать однозначный ответ и показать понимание того, что вы не вот так вот себе что-то придумали идеалистическое. А вы работаете в реальных условиях. И если эти реальные условия будут каким-то образом изменяться, вы знаете, как на них реагировать. А то что-то у вас произойдет, а вы сядете, блин, а что делать? Если вы не знаете, что делать, то зачем вы за это беретесь? Никто, никогда, ни один экспертный комитет вам не одобрит это. Да и самим, братцы, никто с вами не будет работать, если вы не будете знать, что делать в экстремальных ситуациях. Потому что у вас не будет времени на раскачку. Вы должны будете принимать действия решительные. Тем не отличается военачальник, который умеет воевать, и тот военачальник, который только закончил академию. Потому что он знает. Вот когда напали на Советский Союз, те воевали, имели опыт, а в Российском Союзе некоторые генералы воевали в Испании, на Финской и так далее. Не у всех был опыт военных действий. И когда он с командира полка стал командиром дивизии, не имел опыта боевого применения дивизии, к чему это приводило, мы знаем хорошо. То же самое здесь. И поймите правильно, что генералов, которые могут воевать, можно растить на войне. Точно так же командиров производства, те, которые командуют производством, созданием, и так далее, их надо растить вот в таких условиях, формированиях. Если ты не умеешь, не надо, не лезь, но заранее обучить, и все же можно кинуть в бой. Ведутся штабные игры. Точно так же и в экономике, в управлении производством предприятий, и так далее. Ведутся, вот есть теория игр, по-обычному, есть литература, можете посмотреть. Эти игры позволяют обучить специалистов. Точно так же и в экономике, в бизнесе, в создании бизнеса. проводятся вот наподобие игры. Что будет, если вот это произойдет? Какие действия надо предпринимать? И так далее. И вот на основе этого формируется уже некий пол решений. Но это не значит, что мы сейчас побежали и начинаем все это освещать. Потому что задан вектор определен, а потом по прошествии времени ситуация изменилась, но уже общее понимание мер, которые надо принимать, он есть. И вот тогда, когда ты этим всем аппаратом надеешь, где есть, ты и можешь привести к успешному решению поставленных перед тобой задачей. Точно так же, как и военным искусствам. И не тот выигрывает войну, который умеет хорошо стрелять, а тот, кто может правильно расставить снайперов и перед каждым из них поставить задачу. Вот и все. Потому что задача не убить противника, а достичь поставленных целей. стратегически. Потому что ведь задача не перебить, задача удержать, занять, захватить, обеспечить и так далее. Вот это. А то, что тебе в процессе этого приходится применять оружие, это уже другая задача. Желательно быть без этого уходиться. Расскажите, пожалуйста, реорганизация аукционирования общества российской юрисдикции из офшора планирует в каком-то временном периоде или этапе. Андрей, это планируется, конечно, юрисдикция будет российская. Тихо. Акционерное общество будет российской. Соуэлмаш. Скажите, почему сейчас нет возможности приобрести у вас колесо? Да потому что мы сейчас не выпускаем. Те образцы, которые мы делаем, они предназначены для тестов. Но это не товар продукты. Что значит одна доля может быть не одна акция? Андрей, одна доля может и одна акция быть, а может и десять акций. тут надо считать. Уважаемые коллеги, я думаю, надо уже завершать эти вопросы. Мы сегодня много говорили об общих вопросах. Я надеюсь, что они в какой-то степени позволят немного шире посмотреть на проект, на его задачи. потому что это не только чисто техническая задача, это еще и задачи социальные, подготовки кадров, научная работа, потому что в процессе идет взаимодействие и с высшими учебными заведениями. И сейчас формируются предложения по изменению ГОСТов, сейчас появились целый ряд предложений по формированию новых классов типов двигателей, потому что сейчас есть по режиму работы С1, С2, С3 и так далее. А это именно классы связанные с режимами по нагрузке, с эффективностью, в зависимости от нагрузки. Очень много всяких вопросов, которые появились, которые надо решать и которые позволят в дальнейшем проекте занимать еще более прочие позиции на рынках. Поэтому задач много, постепенно мы их будем решать. я думаю, что к следующему вебинару будет информация дополнительно интересная, поэтому всем крещения, морозы пережить хорошо и до встречи в следующий четверг. Всем спасибо, до свидания. Дмитрий Александрович, большое спасибо за выступление. Я думаю, что наш сегодняшний вебинар можно заканчивать. Он получил достаточно длинный, два с половиной часа. Но наши итоговые вебинары, или наоборот стартовые, как в этом году, всегда занимают много времени, потому что информации много, информация полезная. И особенно сегодня было очень много вопросов. Те вопросы, на которые я ответил, я их удалил. И еще потом удалял вопрос, сегодня около 100 вопросов было задано. Это хороший показатель. Кстати говоря, пока я посмотрел все ресурсы, где у нас идет ретрансляция вебинара, нас сегодня смотрело в прямом эфире около 700 человек. Я думаю, что это неплохой результат. Хорошее начало года, время не сбавлять темпы, друзья. Я напоминаю, что сегодня 10 января, сегодня последний день работы акции, когда вы можете подарить 100 инвестиционных долей своему другу, поэтому обязательно пользуйтесь этим. Это хороший повод сделать новогодний подарок своему товарищу, а также ему рассказать о проекте. Тем более для вас это ничего не стоит, а ему будет очень приятно. На этом буду заканчивать. Наш следующий вебинар будет в следующий вторник. Этот вебинар уже будет презентация нашего проекта. Соответственно, новички или те, кто еще в проекте не разобрались, обязательно приходите на этот вебинар. Соответственно, там все мы подробно расскажем, особенно те, кто сегодня не совсем понимали, возможно, о чем речь, кому не хватает фундамента в проекте. И помните, что 24 февраля у нас случится смена инвестиционного этапа, мы перешагнем сразу с 7 этапа на 9, 8 этапа у нас не будет, поэтому дисконты будут снижены очень серьезно, так что, друзья, успейте воспользоваться этой возможностью. Ну и 16 февраля у нас большая конференция в Москве, если вы хотите увидеть разработки Дмитрия Александровича вживую, обязательно вам рекомендую на этой конференции присутствовать. Ссылку на регистрацию мы обязательно предоставим в ближайшее время. Всем спасибо и до следующего вебинара. Субтитры сделал DimaTorzok